Церковь Они были изгнаны, поражены тьмой и прокляты, всему виной их порочность. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первыми пали королевства гномов. С глубинных троп порождений тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. И тогда пришли серые стражи, мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить надиск тьмы и победили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это случилось 400 лет назад, но мы не теряли бдительность. Мы ждали нового прихода порождения тьмы. Но те, кто называл нас героями, они все забыли. Нас осталось мало. Никто не обращал внимания на наши предупреждения. Может, сейчас уже слишком поздно. Я собственными глазами видел, что ждет нас в будущем. Помоги нам, Создатель. На утесе стоит, возвышаясь над темными водами озера Каленхат, крепость. Это башня круга магов. Это башня единственное место в Ферлдене, где маги изучают свое искусство в кругу себе подобных. Под защитой каменных стен маги круга совершенствуют свое умение и обучают новичков управлять данные им силой. Но башня круга не только убежище, но и тюрьма. Маги живут под надзором служителей церкви. А уж от ее бдительного ока не укроется ни один недостойный поступок. Эта золоченая клетка заменяет ученикам весь мир. Когда становится заметно, что ребенок способен к магии, его забирают из семьи и запирают в башню. Магия существует для того, чтобы служить человеку, а не править им. Так сказала пророчица Андрасты, низвергнув империю Тевентер, которой правили маги, приведшие мир на край гибели. Твоя магия, Дар. Но также и проклятие. Потому что она притягивает к тебе демонов из царства снов. Тени, которые стремятся через тебя проникнуть в этот мир. Вот для чего существует истязание. Этот ритуал отправит тебя в тень. И там ты, вооруженный только своей волей, встретишься лицом к лицу с демоном. Знай, ученик. Если ты потерпишь поражение, храмовники исполнят свой долг. Ты умрешь. Это Лириум. Сама сущность магии, а для тебя ворота в тень. Пройти истязание необходимо, дитя мое. Каждый маг проходит через испытания огнем. У нас получилось, получится и у тебя. Будь начеку и помни. Тень, царство снов. Может, духи и правят им, но ты волен сам выбирать свои поступки. Ученик должен самостоятельно справиться с заданием, первый чародей. Теперь ты готов. Все растет. Только глупит за местами archа. Ради на будущее. Должна все растут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Позволь мне поприветствовать тебя в тени. Можешь называть меня... ну, мышем. Прошлое туманно. Тебя будят посреди ночи, тащат в комнату истязаний, а потом... Хромовники убьют тебя, если ты будешь отсутствовать слишком долго. Они решат, что тебя победили. И, конечно, не захотят, чтобы кто-то вселился в твое тело. Думаю, это произошло со мной. У меня нет тела, в которое можно вернуться, а у тебя не так много времени до того, как с тобой сделают то же самое. Здесь подготовлено кое-что специально для таких учеников, как ты. Тебе надо сразиться с тварью, с демоном, и победить, если сможешь. Это выход для тебя. Или для твоего противника, если хромовники тебя не убьют. Испытание для тебя и раздражитель для существ, живущих в тени. Будет глупо атаковать все, что видишь. Твой противник могучий хитер. Здесь есть и другие духи. Они расскажут тебе больше и, возможно, помогут. Если ты сможешь довериться всему, что видишь. Если не возражаешь, я последую за тобой. У меня давно уже нет шансов. Но ты можешь найти выход. Недалеко опасный дух. Не приближайся, если не готов бороться. Здесь пройдет испытание. Существо может находиться в любом месте, но проявляется здесь. Будет сделано. Вот здесь есть еще один дух. Мне всегда казалось, что у него неподходящее имя. Еще одного смертного бросили в огонь и оставили в нем гореть. Ясно. Вы, маги, придумали странный способ испытывать новичков. Вместо того, чтобы заставить их сражаться друг с другом, вы посылаете их безоружных в мир демонов. Но вас посылают сюда, чтобы вы сразились с демоном. Прибегнув к магии или воспользовавшись оружием и победив демона, ты превратишься в воина. Ты все еще здесь, а это значит, что битва с демоном тебе еще предстоит. Желаю тебе славной победы. Все, что ты видишь, стало реальностью, потому что я так пожелал. Я знаю, что в вашем мире только маги могут воплощать свои желания в жизнь. И как должно быть пусты и скучны жизни у тех смертных, кто этого не умеет? Думаешь, эти клинки стальные, а палецы деревянные? Думаешь, с их помощью можно пролить кровь? Но тому, кто сражается, нужно оружие, и я своей волей воплощу его желания. Тебе и впрямь нужно мое оружие. Я дам его тебе, если ты согласишься со мной сразиться. И отдув доблести, смогу оценить твои умения лучше, чем кто бы то ни было. Мы будем сражаться до тех пор, пока я не пойму, что ты способен одержать победу над своим демоном. Но если ты покажешься мне слабым, я тебя убью. Тебе понятны правила? Итак, мы начинаем. Сражайся с доблестью. Довольно. У тебя хватит сил, чтобы успешно пройти испытания. Возьми свое оружие. Да будут славными твои деяния, смертный. Так, так, значит ты тот смертный, на которого объявлена охота. А эта малявка... Ты привел ее мне на закуску? Нет, никаких закусок. Геммон все равно тебя поймает. И тогда от тебя одни ошметки останутся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я знаю, что ты провалишь испытания, и он тебя съест. Прочь. У тебя, смертный, наверняка есть дела поинтереснее, чем надоедать мне. Зачем я тебе понадобился? Иди и воспользуйся своим оружием, раз ты его раздобыл. Сражайся доблестно. Он кажется таким могучим? Быть может, он научит тебя, как стать таким же, как он? Таким, как я? Ты хочешь сказать, научить смертную превращаться в меня? Это ни к чему. Большинство смертных слизком привязаны к своему воплощению, чтобы учиться превращаться во что бы ты ни была. А вот ты, малыш, мог бы стать хорошим учеником. Ты перестал быть человеком достаточно давно. Но зачем? Недведи большие, их легко заметить, и я уже не смогу прятаться. Тогда у меня есть задание для твоего друга. Разгадает три загадки, и тогда я тебя научу. Вот первая загадка. Я моря без воды, горы я без камней, берега без песка, города без людей. Кто я? Эх, правильно. У нас осталось еще две, вторая загадка. Не тянет за меня никто, но часто просят придержать. Тебе я пользу принесу, коли не будешь мной болтать. Что это? Да, это твой острый язычок. Снова угадал. Ну что ж, осталось последнее. Моих нет слаще небылиц. За них я платы не беру. Всю ночь тебя я веселю, Чтоб быть забытым поутру. Что это? Эх, угадал. Сон, тень. Эта загадка созвучна здешним местам. Правда? Ты выполнил мое задание и даже повеселил меня. Поэтому я научу тебя перевоплощаться в такого, как я. Слушай внимательно. О, такое странное ощущение. И по всему телу бегут мурашки. Мне это даже нравится. Хм. Очень похоже. Иди и сразись со своим демоном. Или... Что ты там хочешь делать? Я устал от вашей болтовни, смертные. А вон там, ну, к небу. И наконец это случилось. Скоро я увижу землю живых твоими глазами, существо. Ты будешь принадлежать мне душой и телом. Ладно. Так ты предлагаешь мне это существо, мышь. Очередная игрушка, как мы договаривались. Я ничего тебе не предлагаю. Мне больше незачем помогать тебе. О, и это после наших чудесных трапез. Мышь вдруг меняет правила. Я уже не мышь. А скоро мне не придется прятаться. Мне больше не нужно заключать с тобой сделки. Мы еще посмотрим. Я думаю, что мы должны драться. Не будем с этим заняты. У тебя получилось. Действительно получилось. Когда ты пришел, у меня появилась надежда, что ты сумеешь. Но по-настоящему поверить в кого-то из вас такого не было. Все потому, что ты настоящий маг. Таких очень мало. У остальных не было шансов на победу. Хромовники намеренно губили их. Так же, как пытались погубить тебя. Я сожалею о содеянном. Но благодаря тебе я знаю, что есть надежда. Ты можешь гораздо больше, чем тебе кажется. Демон побежден, и твои испытания пройдены. Со временем ты не будешь иметь равных среди чародеев. И может быть, для такого маленького и всеми позабытого существа, как я, появилась надежда. Если только ты захочешь помочь. Может, у меня получится выбраться отсюда и найти почву под ногами. Для этого нужно, чтобы тебе захотелось меня впустить. Назад. Помоги мне вернуться назад. Они убили меня, да? Как и всех, кто не проходит испытания. И тебя они тоже убьют. Ты разве не чувствуешь меч, приставленный к твоему горлу? Они считают, что магия зло, и тень зло. Если ты здесь, значит, вызываешь у них страх. Они ничего не знают. Окунают детей в тень, чтобы подразнить демонов, повторяя слово «создатель», будто оно что-то значит. Как я ненавижу этих смертных. То есть, все мы смертны, но храмовники? Может быть, они были правы насчет тебя? Простое убийство – дело воина. Настоящая опасность тени, предубеждение, излишняя доверчивость, гордость. Держи свое астролумие при себе, Макс. Настоящие испытания не заканчиваются никогда. С тобой все хорошо? Скажи что-нибудь, пожалуйста. Это я, Йован. Успокойся. Просто постарайся расслабиться. Фу, здорово, что ты в порядке. Тебя утром принесли. Я даже не догадывался, что тебя всю ночь не было. Говорят, порой ученики так и не возвращаются с истязаний. Тебе теперь наверх, туда, где маги живут. А я вот торчу здесь, и даже не знаю, когда меня вызовут на мои истязания. Я тут уже дольше, чем ты. Боюсь, что меня вообще не собираются испытывать. Либо ты проходишь истязания, либо обряд усмирения, либо умираешь. Иного не дано. Но ты же видел в башне усмиренных? А Вейн, например? Что кладовой заведует? Он такой безразличный ко всему. Нет, даже не безразличный. Просто его как будто нет. Он словно умер и продолжает действовать. У него нет жизни в голосе, в глазах. Его превратили в усмиренного. Я не знаю, как именно это делается, но ты при этом теряешь связь с Тенью. Все твои магические способности пропадают. Равно как и сны. Мечты, чувства. Тень — это царство грез. Может быть, это побочный эффект разрыва связи с Тенью? Что нет ни снов, ни чувств. Ученики могут попросить, чтобы их усмирили, если боятся истязаний. Но иногда круг насильно усмиряет тех учеников, которых считает слабыми и неспособными. А иногда тех, которых считает опасными. Кому нельзя становиться магом? Ладно, не буду тратить твое время. Меня вообще-то просили тебе передать, чтобы ты зашел к Ирвингу, как только проснешься. Не заставляй его ждать. Потом поговорим. Многие же отправились под Остагар. Квин, Ульдред и почти все старшие маги. Довольно уже своих сил мы пожертвовали этой войне. Мы? С каких это пор, Грегор? Ты настолько сроднился с магами. Или ты боишься отпустить магов из-под надзора церкви? Туда, где они смогут в полной мере применить дарованное создателем могущество? Так как ты смеешь утверждать? Господа, потише. Ирвинг, с тобой кое-кто хочет поговорить. А, да, ведь это же наш новый брат по кругу. Подойди ближе, дитя мое. Так это... Да, это он. Ладно, Ирвинг. Я вижу, ты очень занят. Поговорим об этом позже. Да, конечно. Итак... О чем это я? Ах, да, это Дункан, серый страж. Полагаю, ты уже слышал о битве, которая готовится на юге. Дункан набирает магов для королевской армии, которая стоит при Астагаре. Маги обладают уникальным оружием для борьбы с порождениями тьмы. Чудовищные твари, которые обитают глубоко под землей, там, куда не доходит свет солнца. Они собрали Орду в диких землях Каркари и грозят вторгнуться на север в долину. Боюсь, если не отбросим их, нас ожидает новый мор. Дункан, не пугай бедного мальчика разговорами о порождениях тьмы и моря. У него сегодня великий день. Мы живем в нелегкое время, друг мой. Именно в нелегкие времена нельзя упускать возможность хоть на миг воспарить от счастья. Истязание позади. Твой амулет отправлен в Донорим. Теперь ты признанный маг из Круга Магов. Ты, может, этого и не помнишь, но когда ты только явился к нам, у тебя взяли немного крови. Эту кровь поместили в амулет. Таким образом можно выследить мага, если он станет отступником. У нас нет выбора. Магический дар повсеместно вызывает подозрения и страх. Мы должны доказать, что сумеем разумно распоряжаться своей силой. И ты это доказал. Вручаю тебе мантию мага, посох и кольцо со знаками Круга. Носи их с гордостью, ибо ты их заслужил. Само собой разумеется, что ты не станешь говорить об истязании с теми, кто не прошел этот ритуал. А теперь можешь отдохнуть или позаниматься в библиотеке. Весь этот день в твоем распоряжении. Хорошо, что я тебя встретил. Нам надо поговорить. Помнишь, о чем шла речь утром? Тссс. Я просто не хочу, чтобы нас подслушали. Надо где-нибудь укрыться. Здесь говорить опасно. У меня неприятности. Я объясню. Идем со мной, пожалуйста. Здесь вроде безопасно. Я же тебе говорил месяц назад, что встретил девушку. Вот это Лили. Я боялся кому-либо говорить. Лили предназначена в жрецы церкви. Она дала обет. Лили была отдана церкви. Ей не позволено встречаться с мужчинами. Если кто-нибудь узнает, у нас будут неприятности. Спасибо. Я знал, что ты не останешься в стороне. Помнишь, я делился подозрениями, что меня не собираются вызывать на истязание? Я теперь знаю почему. Они хотят сделать из меня усмиренного. Они отберут у меня все, что у меня только есть. Мечты, надежды, страхи. Любовь к Лиле. Все. Надо бежать. Только сперва надо уничтожить мою филактерию. Без нее они меня не выследят. Ходят слухи, что я интересовался магией крови. Поэтому они и не хотят проводить меня через истязание. Я тут часто сновал потихоньку. Прятался, чтобы встретиться с Лили. Наверное, меня кто-то заметил и решил, что я делаю что-то запрещенное. Мы, конечно, делаем что-то запрещенное. Но это все-таки не магия крови. Магия крови позволяет влиять на чужой разум. Что если кто-нибудь завладеет разумом короля или владыки церкви? Магия должна служить человеку, а не он магии. Помнишь? Последнего церковь боится больше всего на свете. Вот почему храмовники... Грегор так внимательно относится даже к пустяшным слухам. Нам нужна твоя помощь. Мы с Лили сами не справимся. Дай нам слово, что поможешь, и мы расскажем, что мы задумали. Спасибо. Мы никогда этого не забудем. Я могу провести вас в хранилище, а вот дальше все сложно. На двери комнаты с филактериями два замка. Ключ от одного хранится у первого чародея, от другого у командира рыцарей. Но дверь есть просто дверь. В этом месте достаточно силы, чтобы уничтожить весь Ферилден. Что значит для магов какая-то дверь? Я однажды видел, как замок просто проплавили огненным жезлом. Жезл можно взять в колдовой, но ученика Мавейн такие вещи не выдает. Мы будем здесь. Один маг в колдовой не привлечет такого внимания, как маг в компании ученика и адепта. Удачи. Будем за тебя молиться. Добро пожаловать на склад магических предметов Круга. Меня зовут Авейн. Чем я могу тебе помочь? Я добровольно согласился на ритуал усмирения. Мне не хотелось проходить истязания. Меня это состояние вполне устраивает. Усмирение имеет свои достоинства. Мир для меня просто ясен. Я помню дни, когда мой разум был затуманен неудобными, излишне бурными чувствами. Теперь все стало просто. У меня такое же тело, как у тебя. Столько же рук и ног, ушей, глаз, внутренних органов. Мой организм работает точно так же. Мой разум способен достигать высот мыслей. Неужели я не могу считаться личностью, только потому, что, в отличие от тебя, не испытываю чувств? Все люди чувствуют по-разному. Одни более чувствительны, другие менее. Одни раздражительны, другие нет. Однако никого из них ты не обвиняешь в отсутствии личности. Я чувствую не так, как ты, но и ты отличаешься от других живых существ. Ты не больше личность, чем все остальные, а я не меньше личность, чем ты. Личность невозможно сосчитать и измерить, так что лучше оставим эту бесполезную дискуссию. Огненные жезлы можно использовать для разных целей. Зачем тебе именно этот предмет? Вот бумага. Запрос на огненный жезл. На ней должны стоять подпись старшего чародея и дата. Принеси подписанный запрос, и я сразу же выдам тебе жезл. Спасибо. О, здравствуйте. Не помню, чтобы мы встречались. Вы недавно в Круге. Что это? Заявка из Кладовой? Жезл Огня. Помню, младшие маги у меня часто просили эту штуку. Оказалось, они ею друг другу дырки в штанах прожигают. А еще один юноша продырявил стену женской спальни. Но вы-то такой ерундой не занимаетесь, да? Нет, конечно, не занимаетесь. На вас посмотреть ангел ангелом. Ладно, не буду спрашивать, зачем он вам нужен. А то в башне в последнее время скучновато стало. Давайте уж подпишу. Вот так вот. Если получится, прожгите дырку в штанах этому храмовнику, что смотрит за библиотекой. И побольше, побольше. Уважьте уж старого свиньи. А то он вечно на меня косо смотрит. Теперь ступайте. Привет. Я рад, что ты прошел истязание. Мое имя Каллен. Я должен был убить тебя, если... если б ты стал одержимым. Рад, что этого не случилось. Это мой долг. Я знаю некоторых храмовников, которые с удовольствием говорят на эту тему. Я не разделяю их восторга. Я прежде всего служу Создателю. И пока следую его заповедям, не могу свернуть с пути истинного. Честно говоря, я никогда в жизни не видел одержимого. И еще ни разу не получал приказа его убить. Мне бы подсказал Грегор, что-то же при этом должно происходить. Но что, если одержимость не бросается в глаза? Вдруг сейчас, в эту самую минуту, среди нас бродят одержимые? Я в этом деле еще новичок. Может быть, когда-нибудь я стану таким же мудрым и целеустремленным, как рыцарь-командир Грегор. Ты, верно, очень занят. Может, мы поговорим в другой раз? Девушки отдыхают. Используют тайные слова, которые снимают начальную защиту. Но чтобы открыть дверь, нужен маг, который коснется ее и направит на нее ману. Сначала секретные слова. Меч Создателя, Слезы Завесы. Тайные слова лишь готовят дверь к открытию. А теперь она должна ощутить прикосновение маны. Подойдет любое заклинание, торопись. У тебя есть с собой жезл? Расклавь им замки. В чем дело? Почему эта штука не действует? Лили! Что-то здесь не так. Я... Не могу наложить заклинание. Моя магия здесь не действует. Эти щиты вделаны в камень. Должно быть, это дело рук храмовников. Они поглощают все заклинания, произносимые здесь. Как же я не догадалась. Грегор и Ирвинг просто не могли закрыть такую дверь на простой ключ. Ведь магические ключи не работают. Как можно не пустить магов куда-нибудь? Сделать их способности бесполезными? Тогда все пропало. Нам конец. Мы не сможем войти. Видимо, эта дверь ведет в другую часть хранилища. Есть ли надежда на то, что там будет еще один вход? Мы слишком далеко уже зашли. Ох, не нравится мне это. Ох, не нравится мне это. Ох, не сделаю. Я опаснее, чем кажусь. Продолжение следует... Нам надо найти другой путь в комнату с амулетами. Давайте обследуем хранилище. О, старая стена, того и гляди, рухнет. Как скажешь. Как думаешь, для чего это? Почему круг хранит так много тевентерских артефактов? Это сама история, Лили. К тому же очень интересная история. Я видел картинки с такими штуками. Они усиливают любое наложенное на них заклинание. Мне кажется, с ее помощью можно пробить проход в зал амулетов. Смотри, под книжным шкафом кладка выглядит непрочной. Примени к этой штуке жезл и поторопись. Время не ждет. Вот мой амулет. Ты нашел его. Поверить не могу, что эта склянка стоит между мной и моей свободой. Такая хрупкая. Ее так просто уничтожить. А вместе с ней и ее власть надо мной. И тогда я буду свободен. В башне круга хранятся только амулеты учеников. Эта комнатушка не в состоянии вместить амулеты всех магов, которые входили в двери башни. Эй вы, поторопитесь. Мы сделали все, что хотели, и нам пора уходить. У нас получилось. Поверить не могу. Спасибо. Мы бы никогда... Значит, ты был прав, Ирвинг. Грегор. Адепт в сговоре с магом крови. Не ожидал от тебя, Лилия. Она кажется потрясена, но вполне в сознании. Стало быть, не под воздействием магии крови. Ты был прав, Ирвинг. Адепт нас предала. Церковь не оставит этот поступок безнаказанным. А этот новоиспеченный маг от истязания отойти не успел, как уже плюет в лицо кругу. Ты меня разочаровал. Ты мог бы сказать мне, что знаешь об их сговоре, и не сказал. Да плевать вам на магов. Вы перед церковью на задних лапках бегаете. Довольно. Как командир присутствующих здесь рыцарей и хромовников, я приговариваю этого мага крови к смерти. Что касается Адепта, она презрела церковь и обед. Отправьте ее в Эонар. Это тюрьма для магов. Нет, пожалуйста, не надо. Только не туда. Нет! Вы ее не тронете! Сбереги, создатель. Магия крови. Как ты мог? Ты же говорил, что никогда... Я думал, что чем больше буду знать, тем лучшим буду магом. Магия крови. Это зло, Йован. Она уродует людей. Меняет их. Я собираюсь ее забросить. Вообще забросить магию. Лишь бы быть с тобой, Лили. Пожалуйста, идем со мной. Я доверяла тебе. Я была готова всем пожертвовать ради тебя. Я не хочу тебя больше знать. Малефикар, не подходи ко мне. Ты в порядке? Где Грегор? Я знал. Магия крови. Но чтобы повергнуть столь многих, не думал, что он обладает такой силой. Мы не ожидали такого поворота событий. Ты в порядке, Грегор? Могло быть и похуже. Если бы мне позволили вмешаться раньше, этого бы не случилось. Теперь на свободе разгуливает маг крови, а мы не можем даже выследить его. Ты помог магу крови. Посмотри на беднягу, которого он ранил. Я... Я здесь, сэр. Ты помог магу крови. Посмотри на беднягу, которого он ранил. Командор, я... Я согрешила. Я стала сообщницей мага крови. Я готова понести любое наказание, которого заслуживаю. Можете даже заточить меня в Эунар. Уберите ее с глаз моих. Но ты... Ты ведь знаешь, с какой целью создаются хранилища. Некоторые артефакты, я говорю о магических предметах, заперты в надежном месте, потому что иначе нельзя. Ты взял из хранилища что-нибудь ценное? Ммм... По крайней мере, честно. Но своими нелепыми выходками ты выставил круг на посмешище. И что нам с тобой теперь делать? Ты помог магу крови бежать. Все наши приготовления пропали даром. И все из-за тебя. Командор, позвольте, я скажу. Я не только набираю в королевскую армию магов. Мне также поручено искать добровольцев, желающих пополнить ряды Серых Стражей. Ирвинг очень хвалил этого мага, и я был бы рад увидеть его в рядах Серых Стражей. Дункан, этот маг помогал Малификару. Он пренебрег правилами Круга. Он представляет угрозу для всех нас. Этот человек из тех немногих, кто рискует всем ради друга. Я настаиваю на своем решении. Я беру этого мага на службу. Нет, я не позволю, чтобы это сошло ему с рук. Грегор, мы нуждаемся в магах. И в нем тоже. Этот мир заполонили существа, куда более опасные, чем маги крови. И ты это знаешь. Я беру этого юного мага под свою опеку. И отныне несу ответственность за его поступки. Маг крови скрылся. А его сообщник не только избежит наказания, но даже получит награду, став Серым Стражем. Неужели наши законы утратили силу? И наши маги нам больше не повинуются? Это плохой знак, Ирвинг. Довольно. Нам не о чем больше говорить. Нам нужно вернуться в Остагар, в лагерь Королевской Армии. Там ты пройдешь ритуал посвящения. Когда придет время, я расскажу тебе больше. Идем. Новая жизнь ждет тебя. Мы направимся на юг через внутренние области страны, к руинам Остагара. Империя Тевентер возвела Остагар, чтобы помешать жителям Диких Земель вторгаться на северные равнины. Так что мы недаром готовимся к бою, хотя и с другим врагом. Королевские войска уже провели несколько боев с порождением тьмы. Именно здесь на нас двинутся основные силы Орды. Серых стражей сейчас в Фералдене немного, но все, кто есть, находятся здесь. Мор должен быть остановлен здесь и сейчас. Если он распространится на север, Фералден падет. Эй, Дункан! Король Кайван? Я не ожидал. Что король сам выйдет тебе навстречу? Я уж боялся, что ты пропустишь этакую потеху. Кто я? Да ни за что на свете, Ваше Величество. Значит, я все же выйду в битву бок о бок с могучим Дунканом. Великолепно! Стражи сказали, что ты отыскал весьма одаренного рекрута. Я так понимаю, что это он? Ваше Величество, разрешите представить? Не нужно формальности, Дункан. Нам ведь суждено вместе проливать кровь. Приветствую тебя, друг. Могу я узнать твое имя? Я искренне рад нашему знакомству. Серые Стражи усердно стремятся пополнить свои ряды, и я с радостью им в этом помогаю. Насколько я понял, ты из Круга Магов. Надеюсь, у тебя найдутся заклинания, которые помогут нам в грядущей битве. Превосходно! У нас тут слишком мало магов, так что помощь будет не лишней. Позволь мне быть первым, кто скажет тебе добро пожаловать в Астагар. Серые Стражи никогда не пожалеют о том, что приняли тебя. Жаль прерывать нашу беседу, но мне пора вернуться в шатер. Логейн с нетерпением ждет возможности заморочить меня до полусмерти своими тактическими выкладками. Твой дядя шлет тебе наилучшие пожелания и напоминает, что войско Рэдклиффа может прибыть сюда меньше, чем за неделю. Ха! И Омон просто хочет примазаться к нашей славе. Мы выиграли уже три битвы с этими чудовищами, а завтра выиграем и четвертую. Я даже не уверен, что это настоящий мор. Порождение тьмы на поле боя хватает, но, увы, пока еще мы не видели Архидемона. Вы разочарованы, Ваше Величество. Я мечтал, что это будет такая война, как в старинных сказках. И король плечом к плечу с легендарными серыми стражами ринулся в битву с мерзостным богом тьмы. Что ж, придется смириться с тем, что есть. Мне надо идти, пока Логейн не выслал людей на поиски. До встречи, серые стражи! Король сказал правду. Здесь было одержано несколько побед над порождением тьмы. Победы победами, но орда порождений тьмы с каждым днем все растет. Похоже, уже сейчас они превосходят нас числом. Я знаю, за всем этим стоит Архидемон, но я же не могу просить короля действовать, согласно моим предчувствиям. Да, перейдем к ритуалу. Чтобы стать серым стражем, каждый новобранец должен пройти тайный ритуал, который мы называем посвящением. Ритуал будет коротким, но к нему надо подготовиться. И тянуть нам некогда. Отдыхай, осваивайся в лагере. У меня только одна просьба. Пока не покидай его пределов. В лагере есть еще один серый страж, Алистер. Когда будешь готов, отыщи его и скажи, что настало время собрать остальных новобранцев. А пока у меня есть неотложные дела. Если понадоблюсь, я в шатре серых стражей за этим мостом. Магов нельзя беспокоить. Так, так, и кого же это мы видим? Я слышала, что ново новобранец серых стражей из круга магов. Итак, ты серый страж. И будешь сражаться бог обок с королем. Впрочем, наш король прирожденный оптимист. Он напоминает мне щенка. И я говорю это не с насмешкой, а с любовью и уважением. Он очень славный человек. Победить порождение тьмы можно только действуя сообща. Жаль, что не все это понимают. Тебе известно, например, о связи между порождениями тьмы и тенью? Всякий раз, когда твой дух покидает земную плоть, во сне или после смерти, неважно, он попадает в место, которое мы называем тенью. В этом краю обитают разные духи, добрые, злые, а в самом сердце тени находится черный город. Говорят, что когда-то в этом городе пребывал сам создатель. Но когда маги Империи Тевинтер отыскали путь в город, они осквернили его. Скверно изменило облик этих людей, и они превратились в уродливое отражение своих душ. Тогда создатель изгнал их назад на землю, и там они стали первыми порождениями тьмы. Во всяком случае, так говорится в Песне Света. Может быть, это аллегория, которая учит нас, что люди страдают от собственного зла. А может быть и правда. Во всяком случае, это объяснение ничем не хуже других. Но я уверена, что у Дункана отыщится для тебя дело более важное, чем болтать со мной. И если суждено вам предстать перед Создателем, да пребудет с вами благословение наше, ибо не быть вам запутанным. Да, дело плохо. Ох, как не хочется терять такой ценный экземпляр. Ты новый страж, верно? Можешь мне помочь? Видишь этого пса? Он Мабари. А все Мабари сильные и необычайно умные. Его хозяин погиб в последнем бою. А бедный пес наглотался крови по рождению тьмы. У меня есть для него лекарство. Но сначала надо надеть на него намордник. Много веков назад эту породу вывел один маг. Он сделал Мабари такими умными, что они понимают человеческую речь. Мабари может заполнить и выполнить самые сложные приказы. Это самые ценные в мире псы. Беда только, что Мабари обычно предан только одному хозяину. И другому человеку приручить его крайне сложно. Но если не дать псу лекарство, то и приручать его заново не потребуется. Так ты мне поможешь? Пойди в загон и дай ему тебя обнюхать. Если ты ему понравишься, это сразу станет ясно. Будем надеяться, что это сработает. Очень уж не охота его усыплять. Отличная работа. Теперь я смогу как следует заняться этим бедолагой. Кстати, ты в ближайшее время случайно не собираешься в дикие земли? Я, может, и сумею вылечить этого пса. Но для этого мне нужен один цветок. Насколько я помню, он растет на снежных болотах. Если ты его случайно найдешь, принеси мне. Цветок очень приметный. Весь белый, а сердцевина ярко-красная. Отлично. А я пока начну лечить бедного пса. Может, у тебя есть последнее желание, которое я могу исполнить, прежде чем ты отправишься на битву? Знаешь, жизнь скоротечна. Уже завтра эта милая личика может красоваться на копье у какого-нибудь порождения тьмы. Я так полагаю, этот сердитый взгляд означает нет. Что ж, жаль. Что ж, ты не такой, как я себе представлял. Меня зовут Давид. Ты пришел как раз вовремя. Я уж начал думать, что ритуал подготовлен лишь для нас. Видишь ли, вчера вечером я шатался по лагерю и случайно услышал разговор двух серых стражей. Грех было немного не послушать. Думаю, они собирались послать нас в дикие земли. Мы сейчас на северной границе диких земель Каркари. Дальше на многие мили простирается страна варваров. Моя родная деревня не так уж далеко отсюда. И в детстве я частенько слышал рассказы про дикие земли. Даже бывал там несколько раз. Жутковатое место. Мне говорили, что мор идет из леса. И мы ждем, когда враг выйдет на открытое место. Мы вводим мясо перед носом медведя. Понимаешь? Какие-то тайны, загадки. Мне это не по душе. Видно, нам остается только ждать. Особого выбора у нас нет. Когда Дункан спас меня, мне больше некуда было идти. Ну ладно, пора возвращаться к Дункану. Если понадоблюсь, я у него. Что еще стряслось? Круг и так много помогает Серым Стражам. Меня, сэр Мак, прислала преподобная мать. Она желает тебя видеть. Ее преподобие может желать чего угодно. Меня это не касается. Я занят. Помогаю Серым Стражам. По приказу короля, между прочим. Может, надо было ее попросить, чтобы она обратилась к тебе письменно? Скажи ей, что я никому не позволю себя оскорблять. Точно, я тут страшно оскорбил тебя. Всего только передав пару слов. Твоя болтливость не делает тебе чести. Ну вот, а мне-то казалось, что мы так хорошо поладили. Я даже собирался называть в твою честь одного из моих будущих ребятишек. Самого сварливого. Довольно. Я так понимаю, мне придется поговорить с этой женщиной. А теперь прочь с дороги, болван. Знаешь, даже у Мора есть одна хорошая черта. Он так сближает людей. Это сильно смахивает на вечеринку. Можно встать в кружок и взяться за руки. От такого порождение тьмы точно бы призадумались. Погоди, мы ведь еще не знакомы, верно? Надеюсь, ты не маг? А я думал, что на меня уже наорали все маги, сколько их есть в лагере. Погоди-ка, я и в самом деле знаю, кто ты. Ты из Круга Магов. Новый рекрут Дункана. Я должен был сразу тебя узнать. Извини. Позволь представиться. Я Алистер, новый серый страж. Хотя я подозреваю, тебе это уже известно. Как самый младший член Ордена, я буду сопровождать тебя во время подготовки к посвящению. Вижу, тебе удалось отыскать Алистера. Хорошо. Полагаю, вы можете приступить к приготовлениям. Разумеется, Алистер, при условии, что ты больше не будешь злить магов. Ну что я могу сказать? Преподобная мать подловила меня. С ее способностями ей самое место в армии. Она вынудила тебя нагрубить магу? Алистер, мы не можем позволить себе враждовать с кем-либо. Не нужно давать никому козырей против нас. Прошу прощения, Дункан. Я позову остальных. Это сэр Джори, рыцарь из Ретклифа. Раз уж все вы здесь, мы можем начать. Вы вчетвером отправитесь в Дикие земли Каркарии, чтобы выполнить два задания. Первое, добыть три пузырька крови порождения тьмы, по одной на каждого новобранца. Когда-то в Диких землях хранился архив серых стражей. Но когда мы потеряли возможность держать столь дальние заставы, он был утерян. Не так давно стало ясно, что там могли остаться некоторые свитки, защищенные магическими печатями. Алистер, я хочу, чтобы вы достали эти свитки, если сможете. Старые соглашения, раз уж тебе так хочется знать. Обещания поддержки, данные когда-то серым стражам. Прежде их считали просто формальностью. Но теперь, когда многие забыли о своих обязательствах перед нами, думаю, будет полезно раздобыть то, что сможет освежить им память. Береги своих подопечных, Алистер. Возвращайтесь скорее, целыми и невредимыми. Будет исполнено. Ну что ж, да присмотрит за вами Создатель. Жду вас здесь. Сюда! Кто? Кто здесь? Серые стражи? Сдается мне, что он скорее жив, чем мертв. На наш отряд напали порождения тьмы. Они вылезли прямо из-под земли. Помогите мне, умоляю. Мне надо вернуться в лагерь. У меня есть бинты. Благодарю вас. Я? Мне обязательно нужно выбраться отсюда. Вы слышали? Порождение тьмы перебили весь патруль. А ведь это были опытные солдаты. Спокойнее, сэр Джори. Если мы будем осторожны, все пройдет хорошо. Эти солдаты тоже были осторожны. И что с ними сталось? Сколько порождений тьмы мы сможем перебить? Перебить вчетвером. А, сотню? В этих лесах их целая орда. Да, тут есть порождение тьмы, но уверяю, орда нам не встретится. Откуда нам знать? Я не трус, но это глупо и безрассудно. Давайте вернемся. Могу сказать вам, что все серые стражи издалека чуют порождение тьмы. Ручаюсь врагу не застать нас врасплох, как бы хитер он ни был. Вот почему я пошел с вами. Видишь, сэр рыцарь. Может мы и помрем, но сначала об этом нас предупредят. Это должно меня успокоить? Впрочем, это не значит, что со мной ваша задача станет совсем простой. Так что вперед. Вон там, новое отродье! Назад! Смотри! Бедняги! Это, по-моему, неоправданная жестокость. Так, так. Что у нас тут творится? Быть может, ты стервятник? Любитель покопаться в обглоданных костях? Или ты просто гость незванный, что рыщет по моей пустыне в поисках добычи? Что говоришь ты? Ты завладеть желаешь этим местом? Или копаться в мусоре? Нет башни больше. Дикая земля с им расчлененным трупом завладела. За продвижением вашим я наблюдала, долго размышляя. Куда идут они? Зачем пришли? И вижу, стали вы тревожить пепелище, годами пустовавшее. Зачем? Не отвечай. Похоже, она из Хассендов, а значит, рядом могут быть другие. Вы боитесь, что варвары набросятся на вас? Да. Набрасываться нехорошо. Это ведьма из Диких Земель. Она превратит вас в жаб. Пропажу? Ты украла их ведьма, да еще и воровка. Красноречиво. Только я не знаю, как можно это красть у мертвецов. Думаю, без труда. Эти документы принадлежат серым стражам. Ты должна их вернуть. Не буду, потому что я не брала их. Имя это ты можешь повторять. Но здесь оно уж ничего не значит. Не боюсь я. То мать моя была. Да, мать моя. Ведь не бревно ж меня произвело на свет. Очень даже может быть. Вороватое, острое на язык бревно. В Диких Землях не все чудовища. И жабы, и цветы живут здесь. Если хотите, я к матери вас отведу. Путь недалек, и у нее вы можете спросить о тех бумагах. Мы должны добыть эти договоры. Но не нравится мне это. Морриган появилась так внезапно. Слишком уж кстати. Попадем мы к ней в котелок. Вот увидишь. Если в котелке теплее, чем в этом лесу, я только порадуюсь. Следуй за мной, если желаешь. Мама, приветствую тебя. Вот серых стражей четверо. Они... Я вижу их, девочка. Примерно такое я и ожидала увидеть. Мы должны поверить в то, что ты ждала нас? Вы ничего никому не должны. А уж тем более не должны верить. Ты глаза закрой от скуки, разведи пошире руки. Так или иначе будешь одурачен. Она точно ведьма. Не надо говорить с ней. Спокойно, Давид. Если она и правда ведьма, не стоит ее сердить. Вот умница. К сожалению, его роль в общей картине незначительна. Но не мне решать. Верьте во что хотите. А как насчет тебя? У тебя другой взгляд на вещи? Или ты веришь тому же, что и остальные? Не для того пришли они сюда, чтоб сказки дикие твои услышать, мама? Верно, они пришли за договорами. Да? Прежде чем начнете гавкать на меня, учтите. Ваша драгоценная печать давно истлела. Я защитила бумаги. Ты... Ты охраняла их? А почему нет? Отнесите их к серым стражам и передайте, что угроза Мора сильнее, чем они думают. Или угроза сильнее, или они понимают слабее. А может, угрозы вовсе нет? А может, они ничего не понимают? О, не обращайте на меня внимания. Вы получили то, что искали. Тогда пора вам уходить. Девочка, не будь смешной. Они твои гости. Что ж, очень хорошо. Я покажу дорогу из леса. Следуйте за мной. Итак, в Диких Землях вы побывали. Удалось ли вам выполнить задание? Отлично, я попросил магов круга начать подготовку. Кровь у вас, и мы можем начать посвящение немедленно. В той башне мы встретили одну женщину, а свитки были у её матери. Они обе очень... странные. Они из Диких Племён? Думаю, что нет. Возможно, они отступники, маги, скрывающиеся от церкви. Алистер, я знаю, что раньше ты был храмовником, но у церкви свои дела, у нас свои. Теперь свитки у нас, перейдём к посвящению. Превосходную. Мужество скоро понадобится тебе. Мужество? Нам грозит большая опасность. Не буду скрывать, мы, серые стражи, дорого платим за то, чтобы стать теми, кто мы есть. Может статься, что вы заплатите свою цену сейчас, а не позже. Согласен. Давайте перейдём к делу. В таком случае начнём. Алистер, отведи их к старому храму. Чем больше узнаю о посвящении, тем меньше оно мне нравится. Опять хнычешь? Ну зачем эти испытания? Я уже показал себя. Может у них такой обычай? Может они просто хотят досадить тебя? Я знаю лишь одно. В Хаевере у меня жена, и она ждёт ребёнка. Если бы только меня предупредили. Так нечестно. А ты бы пошёл, если б тебя предупредили. Вот потому-то, может, и никого и не предупреждают. Стражи просто исполняют свой долг, верно? Жертвовать нами, это тоже их долг? Я бы чем угодно пожертвовал, если б знал, что это остановит мор. Ты же видел порождение тьмы. Вот скажи, сэр рыцарь, ты пошёл бы на смерть, чтобы спасти от них свою славную жёнушку? Может ты умрёшь. Может мы все умрём. Никто не остановит порождение тьмы. Нам точно крышка. Не имел дела с противником, которого нельзя сразить мечом. Мы подошли к ритуалу по священию. Орден Серых Стражей был основан во время, когда род людской стоял на краю гибели. И тогда Первый Страж испил крови порождение тьмы и смог укротить скверну. Нам... нам придётся пить кровь этих... этих тварей? Так же, как и Первому Серому Стражу до нас, так же, как и нам всем до вас. Именно в этом источник нашей силы и залог нашей победы. Те, кто выживают после посвящения, становятся неуязвимы для скверны. Мы чувствуем её в порождениях тьмы и используем, чтобы одолеть Архидемона. Перед посвящением мы говорим немного, но эти слова звучат с самого первого ритуала. Алистер, ты готов? Присоединяйтесь к нам, братья и сёстры. Присоединяйтесь к нам с окрытым тенью. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. И если суждено вам погибнуть, знайте, ваша жертва не будет забыта. И однажды... мы все присоединимся к вам. Давид, подойди. Присоединяйтесь к вам. Мне жаль, Давид. Подойди, Джори. Но... у меня ведь жена, ребёнок. Если б я только знал... Назад дороги нет. Нет. Бесславная смерть... Это... это слишком. Мне жаль. Посвящение, ещё не закончено. Ради вящего блага, да отдайся ты этой скверне. Отныне и навсегда ты серый страж. Всё кончено. Добро пожаловать. Ещё две смерти. Когда я проходил посвящение, умер лишь один из нас, но и это было ужасно. Я рад, что хотя бы один из вас смог это пережить. Как ты себя чувствуешь? Джори, как и все вы, был предупреждён, что пути назад не будет. Он собрался обнажить свой клинок, а потому не оставил мне другого выбора. Я совершенно не рад тому, что пришлось лишить его жизни. Мы все должны идти на жертвы. Этого требует Мор. К счастью, ты лучший подтверждение, что эти жертвы не напрасны. А видения были? У меня были ужасные видения после посвящения. Эти видения придут, как только ты начнёшь чувствовать порождение тьмы, как и все мы. В ближайшие месяцы тебе предстоит ещё много чего узнать обо всём этом. Пока не забыл, давай завершим твоё посвящение. Осталась маленькая деталь. Мы берём немного этой крови и помещаем её в подвеску. Чтобы она напоминала нам о тех, кто ушёл раньше. Отдохни немного. Когда будешь готов, я бы хотел, чтобы ты отправился со мной на встречу с королём. Мабари пока держится, но улучшений нет. Без цветка, про который я тебе говорил, пёс вряд ли выздоровит. Дай-ка глянуть. Да, да, это он! Замечательно! Подожди минутку, я приготовлю из него мазь. Пёс уже выглядит лучше. Если б только он мог говорить, он бы сам тебя поблагодарил. Дадим ему пару дней, чтобы выздороветь. Знаешь что? Приходи после боя. Может, у нас получится сделать так, чтобы пёс признал тебя своим хозяином. Моё решение твёрдое, Логейн. Я поскочу в атаку с серыми стражами. Не рискуй попусту, Кайлан. Орда порождения тьмы опасна. Не время изображать героя на острие атаки. Может, всё-таки стоило бы дождаться... Орлисианцев? Я вынужден опять возразить против твоей дурацкой идеи, что без орлисианцев нам не выстоять. Наша вражда с Орлеем — дело прошлого. А тебе следует помнить, кто здесь король. Какое счастье, что Мэрик не дожил до того дня, когда его сын готов отдать Фералден тем, кто больше века держал его в рабстве. Для победы нам хватит и наших нынешних сил. Дункан, твои люди готовы к бою? Готовы, Ваше Величество. А, это тот самый рекрут, что был с тобой на дороге. Я так понимаю, его можно поздравить? Для нас сейчас каждый серый страж на вес золота. Тебе следует гордиться, что ты вступил в ряды Ордена. Кайлан, твоя страсть к легендам и славе нас погубит. Нам сейчас надо твердо стоять на земле. Излагай свой тактический замысел. Мы с серыми стражами выманем порождение тьмы в атаку, а потом... Вы дадите знак зажечь на башне маяк. И по этому сигналу мои люди ударят из укрытия. Я помню, чтобы обойти порождение тьмы с фланга. Это ведь башня Ишала, та, что в руинах, верно? Кто зажжет маяк? Я оставил там нескольких солдат. Это дело не опасное, но крайне важное. Тогда поручим его самым лучшим. Пускай маяк зажгут Алистер и новый серый страж. Ты слишком полагаешься на этих серых стражей. Разве это разумно? Серые стражи воюют с Мором. А кто ниоткуда не имеет значения. Ваше Величество, стоило бы учесть возможность появления Архидемона. В Диких Землях не видели никаких драконов. Дункан, зачем здесь серые стражи? Я... Хорошо, Ваше Величество. Ваше Величество, маяк и башня нам ни к чему. Круг магов... Мы не доверим нашу жизнь твоим чарам, маг. Прибереги их для порождения тьмы. Довольно. План нам подходит. Серые стражи зажгут маяк. Благодарю тебя, Лагейн. Жду не дождусь этого великого мига. Серые стражи и король Ферлдена остановят натиск тьмы. Да, Кайлон. Это будет великий миг. Для всех нас. Ты знаешь, каков план. Вы с Алистером отправитесь к башне Ишал и позаботитесь о том, чтобы сигнальный огонь был зажжен. Что? Я не приму участие в сражении? Это личная просьба короля, Алистер. Если огонь не будет зажжен, люди Терна Логейна не узнают, когда им атаковать. Значит, он хочет, чтобы два серых стража торчали на башне с факелом в руках. Вам придется пересечь ущелье и, миновав ворота, подняться ко входу башни. Сверху вы увидите всю долину. Я буду сражаться рядом с королем, как и все остальные серые стражи. Опять же, он сам просил об этом. В нужное время мы дадим вам сигнал. Алистер поймет, что к чему. С этого момента вы остаетесь одни. Не забывайте, вы оба серые стражи. Надеюсь, вы будете достойны этого звания. Дункан. Да присмотрит за тобой Создатель. Да присмотрит он за всеми... Создатель. Создатель. План сработает, Ваше Величество. Конечно, сработает. С Мором будет покончено. Продолжение следует. 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 Ха! Получилось! Ах! Создатель! Отлично! Начали! Аккуратно! Аккуратно! Уff! Ура! У меня это сделали! Ура! 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 Убирайся! Маяк вон там. Мы наверняка пропустили время сигнала. Зажжём его скорее, пока ещё не поздно. Трубер. Отход. Но, как же король? Разве мы не должны... Выполняй приказ! Отходим! Эй, вы, шевелитесь! Убиг! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Я его знаю. Он хороший человек, и в собрании земель его уважают. Ну, конечно. Мы отправимся к нему в Редхлиф и попросим помощи. Такая решимость. Очень занимательно. Я пока еще не знаю, хватит ли нам помощи одного только Эрла и Омона. Он не сможет победить Орду по рождению Тьмы в одиночку. В вашем распоряжении куда больше, чем вы думаете. Ну, конечно же. Соглашение. Серые Стражи могут потребовать помощи от гномов, эльфов, магов и многих-многих других. Все они обязаны помогать нам во время Мора. Может, я и старуха. Но все эти гномы, эльфы, маги, Эрл и Омон и прочие... Все вместе они могут составить то, что зовется армией. Так мы и вправду можем это сделать. Отправиться в Редхлиф и еще куда-то и... Собрать армию. Так вы решились? Вы готовы быть Серыми Стражами? Итак, прежде чем вы уйдете, я могу вам предложить еще кое-что. Кипит похлебка, мама милая. У нас два гостя к вечерней трапезе? Или ни одного? Серые Стражи скоро выходят, девочка. Ты отправишься с ними. Какой позор. Что? Ты меня слышала, девочка. Вроде как уши у тебя есть. А мне нельзя сказать? Ты годами мечтала выбраться отсюда. Настал твой шанс. А вы, Стражи, считайте это платой за свою жизнь. Не хотелось бы смотреть Дареному Коню в зубы, но не добавит ли она нам проблем? За пределами Диких Земель ее будут считать вероотступницей. А раз вы, юноша, не хотите помощи от незарегистрированных магов, лучше было вас оставить в башне. Разумно. Мама, не так себе я это представляла. Я даже не готова... Так будь готова. Эти двое должны помочь Ферел Дену в борьбе с порождениями тьмы. Ты нужна им, Морриган. Без тебя им не справиться. И Мор погубит нас всех, даже меня. Я понимаю. А вы, Стражи, все понимаете? Я отдаю вам самое дорогое. И делаю это, потому что вы должны справиться. Позволь мне собрать вещи. Сделай милость. Я в вашем распоряжении, Серые Стражи. Полагаю, сначала мы отправимся в деревню к северу от Диких Земель. Это недалеко. И там вы найдете многое из нужного. А если хочешь, покажу дорогу я, храня молчание. Выбор за тобой. Ты пожалеешь о своих словах. О, мама милая, как ты нежна со мной, выбрасывая за порог. Я с теплотой об этом буду вспоминать. Да, я всегда говорила. Если хочешь чего-то, сделай это сам. А не то будешь лет сорок слушать на тьё. Просто ты действительно думаешь взять её, потому что её мать этого хочет? Ладно, это действительно так. Серые Стражи никогда не отказывались от союзников. Я очень рада одобрению твоему. Мама, прощай. Не забудь про похлёбку на костре. Меньше всего мне хочется вернуться на пожарище. Ещё чего. Уж скорее ты вернёшься и увидишь, что Мор поглотил всю эту землю вместе с моей хижиной. Я... Я лишь хотела сказать, что... Да я знаю. Постарайся развлечься, милая. Я рассчитываю, что каждый из вас найдёт нам людей. Нужно восстановить потерянное при Астагаре. И быстро! Многие готовы сыграть на нашей слабости. Позволь мы им это. Мы должны отразить нашествие порождений тьмы, но действовать благоразумно и без колебаний. Милорд, разрешите? Вы объявили себя регентом при королеве Анори и утверждаете, что мы должны объединиться ради нашего же блага. Но как быть с армией, потерянной при Астагаре? Ваш приказ отвезти войска был... Неожиданным. Все, что я совершил, было сделано во имя независимости Фералдена. Я верно служу трону, и вы должны поступать так же. Аннами станут вам кланяться только потому, что вы этого требуете. Я никому не позволю угрожать нашему народу. Ни вам, никому другому. Бантеган, прошу вас. Милети. Он рискует начать гражданскую войну. Если бы Амон был здесь. Бантеган, мой отец поступает так, как должно. Но сделал ли он все, что должно для спасения вашего супруга? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзков Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Я не знаю, действительно ли это дракон, но внешне похож. Да, это архидемон. Какое-то время будут сниться, а потом ты научишься пресекать их. Некоторые из самых старших серых стражей говорили, что могут даже понимать архидемона, но я так не умею. Как бы то ни было, когда я увидел, что с тобой творится, то решил сказать. Меня это тоже поначалу напугало. Для того я и существую. Рассказывать горькую правду и острить в промежутках. Ладно, как бы то ни было, ты ведь уже проснулся. Давай сворачивать лагерь и выдвигаться. Слушай, мы можем поговорить? Я должен кое-что тебе рассказать. Давно бы уже следовало, честно говоря. Ну, как тебе сказать, мы почти уже в Рэдклифе. Я ведь тебе подробно не рассказывал, откуда знаю Эрла и Амона. Я внебрачный сын короля. Моя мать прислуживала в замке Рэдклиф и умерла, рожая меня. Эрла и Амон взял меня на поруки и растил, прежде чем отправить в церковь. Так вот он это сделал, потому что... Потому что мой отец король Мерик. Значит, Кайлан мне приходится... Единокровным братом, если не ошибаюсь. Я бы и сказал, но... Не думал, что это так уж важно. Я был неудобен, я представлял собой угрозу власти Кайлона. И потому меня скрывали. Я никогда и ни с кем не говорил об этом. Кто знал, те либо сторонились меня, либо наоборот носились как с тухлым яйцом. Даже Дункан не посылал меня в бой из-за этого. Покуда было можно, я не хотел, чтобы ты это знал. Впрочем, никаких особых повлажек я не получал. И на том спасибо. Потом Эрл и Амон женился на женщине из Орлея. Это вызвало раздоры с королем. Все-таки свежа была память о войне. Но и Амон эту женщину очень любил. Но в Эрлесе очень не понравились слухи, будто я сын Эрла. Да и такие слухи ходили. Эрлу на них было наплевать, а вот Эрлесе нет. Так что в возрасте 10 лет мне велели собрать вещички и отправили в ближайший монастырь. И как раз вовремя. Эрлеса к тому времени приложила все усилия, чтобы замок перестал быть для меня домом. Она меня презирала. Она небысь сама не знала толком, чей я сын. У меня еще был амулет со священным символом Андрасты. Единственное, что мне осталось от матери. Когда меня отсылали из замка, я так разозлился, что взял и швырнул его о стену. Он разбился. Так глупо это все было. Эрл потом несколько раз приезжал в монастырь проведать меня, а я на него дулся. Мне там очень не нравилось, и я винил его во всем. И в конце концов он перестал приезжать. Может, все бастарды в детстве такие, кто знает. Всем известно, что Эрл хороший человек, и народ его любит. К тому же он дядя Кайлона. Так что у него будет и личный мотив поквитаться с Логейном. Ну вот, ты все знаешь. А теперь давай просто пойдем дальше, и будем делать вид, что я просто... заурядный тип, которому повезло не погибнуть со всеми серыми стражами. Честно говоря, я вообще не чувствую себя везучим. Я, похоже, вижу путников на дороге. Прямо глазам своим не верю. Ты пришел, чтобы нам помочь? Так ты что, не знаешь? У вас там вообще ничего не слышали, что ли? У нас тут такое творится. Каждую ночь из замка выходят чудовища, атакуют нас до рассвета. Мы сражаемся с ними и умираем. Ясно. Похоже, все решили, что Мор – самое подходящее время, чтобы поубивать друг друга. Просто удивительно. Здесь нет ни войска, чтобы встать на защиту, ни Эрла, ни Короля, чтобы выслать нам подмогу. Многие погибли, а уцелевшие ждут своей очереди. Постой. Что за чудовища на вас нападают? Я виноват, но точно и не знаю. Да и никто не знает. Я должен отвезти тебя к Банну Тегану. Кабы не он, не знаю, что бы мы делали. Наверняка он захочет с тобой повидаться. Бан Теган? Брат Эрла и Омона? Он здесь? Да. Пойдемте, здесь недалеко. Пойдемте, здесь недалеко. Эм, Томас, да? Кого же это ты привел? Могу поручиться, это не простые путники. Нет, милорд. Они только что прибыли. Я решил, что вы захотите с ними встретиться. Молодец, Томас. Приветствую вас, друзья. Я Теган, Бан Рейнсфера и брат Эрла. А я тебя помню, Бан Теган. Хотя в последнюю нашу встречу я был куда моложе и вдобавок вывалился в грязи. Вывалился в грязи? Алистер? Неужели это ты? Живой? Вот уж поистине радостная новость. Да, живой. Хотя если Тейрн Логейн меня найдет, вряд ли я долго смогу глядеть на мир. Да уж. Логейн старается убедить нас, что все серые стражи полегли вместе с моим племянником. И во многом другом. Я имею в виду Кайлона. Наша сестра Гвендолин, упокой создателю душу, была женой Короля Мерика и матерью Кайлона. Итак, ты тоже серый страж? Рад нашему знакомству. Жаль только, что при таких невеселых обстоятельствах. Я так понимаю, ты хочешь увидеться с моим братом? К несчастью, это сделать не так легко. Эамон серьезно болен. Вот уж много дней из замка нет никаких известий. На стенах не видно стражников, и на мои крики никто не откликнулся. Нападения начались пару ночей назад. Из замка вышли страшные твари. Мы отбили их, но многие при этом погибли. На другую ночь они напали снова. Всякий раз они возвращаются, и их становится все больше. Кайлан мертв, а Логейн развязал войну за трон, и на мои просьбы о помощи никто не откликается. У меня предчувствие, что нынешняя ночь окажется страшнее предыдущих. Алистер, мне очень не хочется докучать вам просьбами, но мне отчаянно нужна ваша помощь. Это не мне решать. Хотя серые стражи вряд ли справятся с Логейном без поддержки Эрла и Амона. Как это бессмысленно, помогать этим селянам в безнадежном бою. Будто нам не хватило других сражений. Благодарю вас. Вы даже представить не можете, что это для меня значит. Томас, будь добр, сообщи Мердеку, что у нас происходит. А потом возвращайся на свой пост. Слушаюсь, Милард. Теперь к делу. До темна нужно еще много сделать. Двоих я поставлю во главе внешнего заслона. Староста деревни... Они идут. Занять позиции! Приготовиться! Зажгите ловушки. Пусть горят мерзкие твари. Пусть горят мерзкие твари. Скоро обсуждения. Защитите! Постарайся г upload! Наверное! Ах, не научишься. Светает, а мы еще живы. Мы победили! И хотя победа далась нам немалой кровью, мы бы не выжили, если б не доблесть этих славных воинов, что стоят рядом со мной. Благодарю вас, уважаемый сэр. Воистину милостив был создатель, послав нам вас в такой тяжелый час. Давайте склоним головы в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Рэдклиф. Да узрят они создателя, да пребудет вечно с ними его любовь. С милостью создателя, победа, которую мы одержали сегодня, позволит мне войти в замок и отыскать нашего Эрла. Будьте начеку и не пропустите нового нападения. Мы вернемся с вестями, как только сможем. Итак, мешкать некогда. Встретимся на мельнице и там продолжим разговор. Так странно. Отсюда замок кажется совсем мирным, как будто внутри никого и нет. Но не стоит дольше тянуть. Изначально я собирался пробраться в замок, когда деревня будет спасена. Здесь, на мельнице, начинается секретный ход, известный только моей семье. Тиган! Слава создателю, ты жив! Изольда, ты жива! Каким чудом! Что произошло? Нет времени объяснять. Я выскользнула из замка, как только увидела, что битва закончилась. Надо поскорее вернуться. И я хочу, чтобы ты вернулся вместе со мной, Тиган. Один. Леди Изольда, ты ведь помнишь меня, верно? Алистер! Вот как! Почему ты здесь? Они серые стражи, Изольда. Я обязан им жизнью. Простите меня. Я была неучтива, но... Когда вокруг такое творится? Леди Изольда, пожалуйста. Мы понятия не имели, что в замке хоть кто-то выжил. Нам нужны объяснения. Понимаю, вы хотите узнать больше, но я... Я не знаю, сколько могу рассказать без опаски. Тиган, в замке поселилось чудовищное зло. Мертвые пробудились и охотятся за живыми. Мага, который во всем этом виноват, схватили. Но этот ужас продолжается. И, по-моему, Конор сошел с ума. Мы уцелели, но... Он не желает покидать замок. Он видел слишком много смертей. Тиган, ты должен ему помочь. Ты его дядя. Ты сможешь его урезонить. Я просто не знаю, что еще сделать. Король мертв, и сейчас мой брат нужен нам, как никогда. Я пойду с тобой в замок Изольда. О, хвала создателю. Да пребудет с тобой его воля, Тиган. Я не могу отпустить Изольду одну. Вдруг я чем-то сумею помочь Конору или Эамону. Может, это и впрямь ловушка, но эти люди моя родня. Я должен пойти в замок. Я точно знаю, что не справлюсь с этим злом в одиночку. Зато ты уже показал себя надежным бойцом. Изольда, ты простишь нас? Нам надо немного поговорить с глазу на глаз, а потом мы с тобой вернемся в замок. О, только недолго, умоляю вас. Я буду ждать у моста. Вот что я предлагаю. Я пойду внутрь с Изольдой, а вы пойдете через потайной ход. Дверь открывается моей печаткой. Я в детстве как-то раз запер себя в клетке. Хорошее было время. Сейчас дадим нас задавить. Уйди от меня. Отлично. А вот и ваши проблемы. Эй, здесь есть кто-нибудь? Цветы Небеса. Ты? Я поверить не могу. Дыхание Создателя. Но как ты здесь оказался? Кого-кого? А уж тебя я не ожидал увидеть еще раз. Поверь, я знаю, о чем ты думаешь. Отравив Эрла, я поступил ужасно. Но клянусь, я не причастен ко всему, что здесь произошло. Перед тем, как продолжить рассказ, я должен тебя кое о чем спросить. Потом, конечно, можешь делать все, что сочтешь нужным. Но я должен узнать, что стало с Лили. Ее ведь не тронули, а? При одной только мысли, что она расплатилась за мои грехи... Бедная моя Лили. Если она и жива, то теперь, наверное, ненавидит меня. Что же я натворил? Итак, вот мы здесь, ты и я. Что дальше? Я... Я знаю, в это трудно поверить, но к появлению тварей и убийствам в замке я не причастен. Когда все это началось, я был уже в темнице. Вначале сюда пришла Леди Изольда со своими слугами и потребовала, чтобы я исправил то, что натворил. Я думал, она имеет в виду, что я отравил Эрла. Тогда-то я впервые услышал о ходячих мертвецах. Эрлесса думала, что это я призвал демона, чтобы мучить ее семью и уничтожить Редклифф. Потом она... Меня пытали. Но я не мог ничего сказать или сделать, как бы не хотел. Тогда меня бросили обратно в темницу. Леди Изольда втайне искала мага, который мог бы обучать Конора. Об этом узнал Тейрон Логейн. Послал меня. Я должен был при удобном случае отравить Эрла. Мне сказали, что Эрл Эмон угроза для Феррелдена. И если я с ним покончу, Логейн переговорит с Кругом. Я всего лишь хотел вернуться. Но он бросил меня тут. На произвол судьбы. Да? Все пошло прахом. Вот не думал, что все так закончится. Создатель, сколько же я совершил ошибок. Скольких людей подвел и разочаровал. Жаль, что я не могу вернуться и все исправить. Конор начал проявлять кое-какие способности. Леди Изольда боялась, что Круг Магов заберет его для обучения. Конор? Маг? Поверить не могу. Само собой, ей нужен был отступник. Маг, не состоящий в Круге. Чтобы научить сына скрывать свои способности, Эрл об этом вообще даже не ведал. Эрл достойный человек. Я сам не понимаю, почему Логейн сказал, что он опасен для государства. Но все равно его отравил. Мне ужасно чертело убегать и прятаться. Я намерен все исправить. Любым доступным мне способом. Мы когда-то были друзьями. Знаю, после всего, что я натворил, я уже не имею права звать тебя другом. Но если наша дружба хоть что-то значила для тебя, прошу, помоги мне это уладить. Мне кажется, этот юноша нам еще может пригодиться. Если же нет, то пусть идет куда хочет. Но зачем держать его в заточении? Эй, постойте! Не будем забывать, что он маг крови. Нельзя же просто взять, да и выпустить на волю мага крови. Что? Лучше убить? Взять и казнить его за то, что ошибся? Кто это говорит? Алистер или Хромовник? Это говорит здравый смысл. Мы ведь даже не знаем всех подробностей. Он же хочет искупить вину. Неужели ему можно отказать в такой попытке? Кто про что? А вшивый все про баню. Каждый заслуживает возможности оправдаться в глазах Создателя. И этот человек ничуть не хуже других. Он же твой друг. Ты его знаешь лучше, чем мы все. Дай мне шанс, пожалуйста. Ты меня выпускаешь? А что потом? Нет, я не уйду. Я совершил ошибку и хочу ее как-то исправить. Субтитры создавал DimaTorzok Матушка, так это и есть наши гости? Те, о которых ты мне говорила? Да. Конор. И это он разбил моих солдат? Тех, которых я послал отбить деревню? О, да. А теперь он уставился на меня. Что он такое, мама? Не могу разглядеть. Это... это просто мужчина, Конор. Такой же, как твой отец. О, мне уже надоело о нем говорить. И потом он вовсе не похож на отца. Глянь на него. Дышит и полон жизни. Кстати, это как раз можно исправить. Конор, прошу тебя, умоляю, никого не трогай. Ма... Мама? Что... Что происходит? Где я? О, хвала Создателю. Конор, ты меня слышишь? Конор! Руки прочь от меня, мерзавка! Ты уже порядком мне наскучил! Дыхание Создателя! Что здесь произошло? Серый Страж. Умоляю, не трогай моего сына. Он не виноват в том, что творит. Ку-ку! Я здесь! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Таким он мне больше нравится. Не вопит больше. И такой забавный. Конор не мог этого сделать. Это все маг. Тот самый, что отравил Эмона. С него все началось. Он вызвал этого демона. Конор только хотел помочь своему отцу. И чтобы это сделать, заключил сделку с демоном? Ах, глупое дитя. Все честно. Отец жив, как я и хотел. Теперь моя очередь сидеть на троне и рассылать армию и завоевывать мир. Теперь я сам себе хозяин. он сам хозяин и больше никого не слушает. Никого! Ха-ха! Тише, дядя. Я ведь предупреждал, что будет, если ты не прекратишь. Предупреждал. Но давайте по-хорошему. Этого человека выслушают, коль уж он того хочет. Расскажи нам, человек, что привело тебя сюда? Я еще не наигрался. ты меня не остановишь. Матушка, он хочет испортить мне игру. Я так не думаю. Ну конечно, ты так не думаешь. С тех пор, как ты отослал рыцарей, ты только и делаешь, что портишь мне игру. Честно говоря, мне уже стало скучно. Хочу потешиться, хочу что-нибудь учинить. Этот человек спас ту дурацкую деревню и испортил мне игру. Но сейчас он за это заплатит. Враги приближаются. Назад! Никакой пощады. За Элла и Амона. А он не ваших проблем. Если уж мы должны драться, не будем с этим затягивать. Бою рыцаре лепа. смертью обернулся к нам. Теган. Теган. Что с тобой? Ох, вроде уже лучше. Разум вернулся ко мне. Слава, Андрасте. Если бы ты умер, я бы никогда себе не простила твою смерть. Тем более, что сама привела тебя сюда. Какая же я дура. Умоляю, Конор тут можно спасти. Конор больше не ребенок. Он одержимый. Это ты. Это ты погубил Конора. Нет, не я. Я ведь уже сказал, что не призывал никакого демона. Послушайте, если вы позволите мне помочь... Помочь? Предатель! Я наняла тебя, чтобы ты помог моему сыну, а ты взамен отравил моего мужа. Это и есть тот самый маг? Но ведь ты же говорила, что он в темнице. Он там и был. Я считала, что эти твари уже прикончили его, но он как-то сумел освободиться. Я знаю, леди, что вы обо мне думаете. Я воспользовался вашими страхами. Простите меня. Я не подозревал, что может дойти до такого. Что ж, я не стану отказываться от его помощи, пока не стану. А если Конор в самом деле стал одержимым? Но поймите, он не всегда демон. Конор до сих пор живет в глубине его разума, и иногда он пробивается наружу. Умоляю, я только хочу защитить его. А разве не с этого все началось? Ты наняла мага, чтобы тайно обучать Конора, чтобы защитить его. Если только узнали, что Конор владеет магией, его тут же увезли бы прочь, я подумала, что если он хотя бы научится скрывать свой дар. Демона, который обитает в Коноре, надо уничтожить. Проще всего, конечно, было бы убить Конора, но есть и другой путь. Маг может сразиться с демоном в тени, при этом сам Конор не пострадает. О чем ты? Ведь демон сейчас в теле Конора, да? Не физически. Демон настик Конора в тени, пока тот спал, и оттуда им управляет. Мы можем найти демона, используя связь между ним и Конором. То есть ты можешь войти в тень, да? Можешь убить демона, не навредив моему мальчику? Нет, я не могу дать такую возможность другому магу. Обычно для этого требуется несколько магов Иллириум, но я владею магией крови. Но если есть какой-то способ спасти Конора, я должна об этом знать. Умоляю, Йован, скажи, что ты имеешь в виду. Иллириум дает силу, необходимую для ритуала. Однако я могу взять эту же силу из чьей-то жизни. Просто для ритуала нужно очень много жизненной силы, точнее говоря, вся. То есть кто-то должен умереть? Кого-то придется принести в жертву? Да, и потом мы пошлем другого мага в тень. Сам я не смогу войти, потому что буду совершать ритуал. Мне бы промолчать, это плохая мысль. Силу надо откуда-то черпать. Либо из Лириума, либо из крови. Тогда пусть это будет моя кровь. Жертвой буду я. Что? Изольда, ты с ума сошла? Эмон никогда такого не допустил бы. Или моего сына убивают, чтобы уничтожить то, что внедрилось в него. Или я отдаю свою жизнь, чтобы Коннор жил. Для меня все ясно. Магия крови. Как может одно зло помочь в борьбе с другим? Злом зла не исправишь. Вот похоже правильный выбор. И доброволец имеется. Коннор здесь ни в чем не виноват. И нельзя допустить, чтобы он за все расплачивался. Не я, маг, а ты, друг мой. Не мне, а тебе идти в тень. Решение за тобой. Можешь добыть Леюм и парочку магов круга, если только они вообще согласятся это сделать. До башни отсюда примерно день пути через озеро. Можно добраться туда и попросить помощи у магов. Но что останется здесь? Коннор недолго будет оставаться в бездействии. Ладно, ради безопасности оставлю здесь Йована. Он говорил, что хочет помочь, вот пусть следит за Коннором вместе с нами. Иди к башне, не мешкай. И пусть еще двое не выпускают из поля зрения двери. Без моего разрешения двери не открывать. Все ясно? Да, сэр. двери заперты. Чтобы помешать кому-то выйти или войти. О, смотрите-ка, кто вернулся. Теперь мы настоящие серые стражи, да? Рад, что ты не погиб. Скажу прямо, мы не в силах справиться с тем, что происходит в башне. По залам башни бродят одержимые и демоны. Мы были слишком мягки. Сначала Йован, теперь вот это. Не думай, что я забыл, какую роль ты сыграл в побеге Йована. Я послал гонца в Ден-Рим, попросил подкреплений и право уничтожения. Право уничтожения дает храмовникам власть уничтожить магический круг начисто. Маги должно быть уже мертвы, а одержимых надо уничтожить, неважно как. Положение тяжкое. Выбора у нас нет. Чтобы устранить угрозу, все, что находится в башне, должно быть уничтожено. Если кто-то из них и выжил, значит их охранил сам Создатель. Никто не смог бы спастись от тех чудовищных тварей. Слишком это мучительно надеяться, что кто-то уцелел и обнаружить, что надежды были напрасны. Смею тебя заверить, даже один одержимый это грозная сила, если у тебя получится, я буду тебе очень обязан и даже выделю для тебя храмовников в помощь. Раз Денорим молчит, мы должны действовать сами. Битва с порождениями тьмы вполне достойная задача. Хочу предупредить, когда ты переступишь этот порог, обратного пути уже не будет. Двери башни должны быть заперты. Я ни для кого их не открою, пока не буду уверен, что в башне безопасно. А уверен я буду лишь тогда, когда ко мне явится сам первый чародей и сообщит об этом. Если же Ирвинг погиб, значит круг пропал и должен быть уничтожен. Да дарит тебе Андрасте своей отвагой, чтобы ты не решил. Ирвинг ты вернулся в башню? Почему храмовники пропустили тебя? Ты здесь, чтобы предостеречь нас? Храмовники заперли снаружи дверь башни и откроют ее, только если решат напасть на нас. Это так? Значит Грегор думает, что круг обречен. Вероятно он решил, что все мы уже мертвы. Они бросили нас на произвол судьбы, но даже запертые в ловушке мы выжили. Однако если храмовники объявят право, то мы не сможем выстоять против них. Если кто и мог пережить такое, то только первый чародей Ирвинг. Это он приказал мне присмотреть за детьми. Это долгая история. Я возвела барьер перед дверью, которая ведет вовнутрь башни, чтобы никто оттуда не смог напасть на детей. Пока барьер держится, ты не сможешь пройти в башню, но я сниму его, если ты поможешь мне спасти этот круг. Как только Грегор поймет, что башня больше не опасна, он наверняка прикажет своим людям отступить. Он здравомыслящий человек. Ты хочешь, чтобы мы помогали этой занудной классной даме? Хочешь спасти эти жалкие пародии на магов? Они позволяют запирать себя в загон, как безмозглый скот. Теперь их хозяева решили предать их смерти. И я скажу только одно. Так им и надо. Тебе не нравится их магии. Давай все по-помогу. по-по-по-по-по-по. нахи. Мы отлично справились. Пожалуйста, не заходи в кладовую. Там кавардак. Я так и не смог провести ее в порядок. Я пытался прибраться, но немногое смог сделать. Я пытался уйти, когда все казалось утихло и наткнулся на барьер. Другого выхода я не нашел, так что вернулся к своим обязанностям. А, Вейн, надо было покричать. Я бы открыла тебе дверь. В кладовой все родное и знакомое. Мне уютнее здесь. Я бы не хотел умирать. Будет лучше, если башня станет прежней. Может быть, у Ниала все получится и он нас спасет. Маг Ниал. Он приходил сюда еще с несколькими защищает разум от контроля. Неужели тут действует магия крови? Не знаю. Ниал был на встрече. Он должен был знать. Магия крови. Я опасаюсь этого. Мы поищем Ниала. Летание поможет нам выстоять против магов крови, которые нам встретятся. Удачи вам. Может быть, скоро все это закончится и все вернется на круги своя. До свидания. Тихо ума. Кажется, я что-то слышал. Держите ухо мостро. Дыхание создастся. Путешествовать с тобой одно удовольствие. Еще труп до кучи. Молю тебя. Молю, не убивай меня. Я знаю, что не имею право просить пощады, но я не хотела ни разрушений, ни смерти. Мы просто пытались обрести свободу. Ульдред сказал нам, что круг поддержит Логейна, а Логейн поможет нам освободиться от церкви. Ты же помнишь, каково это здесь жить под неусыпным надзором храмовников. Магия это всего лишь средство для достижения цели. Она дала нам мне силы сражаться за свои убеждения. Сражаться за свои убеждения дело хорошее, вот только цель не всегда оправдывает средства. Но Вин, ведь на самом же деле ты так не считаешь. Перемены редко происходят мирным путем. Андраста не стала забрасывать империю многословными посланиями, а просто объявила ей войну. Она изменила наш мир, освободила рабов и дала нам церковь. Но ради этого гибли люди. Мы думали, всегда ведь кому-то приходится сделать первый шаг. Добиться перемен неважно какой ценой. Никакие перемены не стоят того, что вы сотворили здесь. А теперь Ольдрат обезумел и мы разбиты. Обречены гибнуть поодиночке от руки тех, кто стремится исправить наши ошибки. Что же еще я могу сделать? Мне некуда деваться. Спасибо. Создатель никогда не забудет твоего милосердия. милосердия. Пора ужинать, милый. Да, любовь моя. Что у нас сегодня? Все именно так, как ты и хотел. Мой рыцарь. Наша любовь, наша семья прекрасней, чем в самых смелых твоих мечтах. Милая, ты что-нибудь слышала? Ничего, дорогой. Просто дверь скрипнула. Пойду гляну, кто там пришел. Дети уже поужинали. Уложи их в постель, а я погляжу, кто там. Только недолго. Дети захотят поцеловать тебя перед сном. Сию минуту вернусь, мой милый. Ты прервал нас в самый неподходящий момент, а я терпеть не могу, когда меня прерывают. Счастье всегда завораживает. Во всех смертных радостях таится некая сила. Я дала ему то, чего он всегда хотел. В этом нет вреда. Я видела его одиночество и тоску по нежно любящей семье. она утоляет голод его самыми сокровенными желаниями и отнимает у него волю. Это нечестиво. Никто иной не познал бы его душу. Он и сам не знал ее. Мы равны. Я даю ему то, чего больше никто не смог бы дать. И через него узнаю, что такое быть смертным. Какое счастье. Он жил одиноко и бессмысленно, ненавидя свои церковные обеты. Хочешь вернуть его к этой жизни? Мне ничего не нужно от вас. У меня есть все, чего я хочу. Я прошу только об одном. Оставьте нас в покое. Может быть, мы сумеем бежать, а может быть, и нет. Благодарю тебя, если, конечно, моя благодарность для тебя что-то значит. Больше ты нас не увидишь. Был ли это правильный поступок? Вроде бы нет, но человек счастлив, а это хорошо, правда? Пойдем, милый, пойдем погуляем. Дети хотят, чтоб ты показал им звезды на ночном небе. глядите-ка, гости, я бы вас развлек, но это требует столько усилий. Он просто отдыхает. Бедняжка так устал, так устал. Ты ведь тоже хочешь присоединиться к нам? Неужели вам не хочется просто речь и забыть обо всем? оставить все позади? Какая нелепость. Не стану же я спать на полу залитым кровью? Я не стану слушать тебя, демон. У тебя нет власти надо мной. Зачем тебе сражаться? Ты достоин большего. Ты заслужил отдых. Мир и без тебя не пропадет. А, вот и ты. Надеюсь, я тебе не помешал. Ты уже довольно долго в Эйс Халпте. Нравится тебе здесь? Все так, как и должно быть. Мы уничтожили порождение тьмы и на земле воцарился мир. И все же это случилось впервые в истории человечества. И ты тоже внес свой вклад в эту победу. Не уже ли не помнишь? Это был великий триумф. Мы низвергли архидемона и сожгли все подземные логово. Серые стражи станут хранителями истории. Мы будем рассказывать предания и петь песни о давних опасных временах, чтобы люди радовались, зная, что все это уже в прошлом. Глупое дитя, я столько дал тебе, а ты отвергаешь мой дар. Неужели тебя не устраивает мир, который я предлагаю? А тебе, похоже, нужны только война и смерть? Да будет так. Вот тебе война и порождение тьмы, и пусть они принесут тебе гибель. не даем им преимущества. Надо держать. кто ты? Откуда ты взялся? Ты демон? Постой, я... я тебя знаю, верно? Ты ученик, которого забрал серый страж. Кто бы мог подумать, что ты будешь здесь со мной? Молодцы мы, что выбрались из ловушки. Демон всех, кто сюда входит, ловит в западню фантазий. Думает, они не смогут или не захотят выбраться. Я тоже полагал, что смог освободиться. Но уже целую вечность брожу в этой серой пустоте. То ли по глупости, то ли по чудовищному невезению. Кстати, меня зовут Ниал. Я хотел спасти Круг, а наткнулся на демона праздности. Полагаю, с тобой случилось то же самое. А Вейн меня здорово выручил. Я у него в вечном долгу. Видишь вон тот пьедестал? Я изучил руны на нем. Они обозначают разные острова в царстве демона праздности. Сам демон находится на среднем острове, но туда не попасть. Пять островов вокруг образуют защитное ограждение. Когда я это понял, решил, что смогу выбраться. Зашел на каждый остров по очереди, но надежды пошли прахом. Все время что-то мешает. Видишь тропу, но не можешь до нее добраться. И она дразнит тебя, манит и сводит с ума. Огненная река перед самым выходом или дверь. В замочное скважино видно, что за ней свобода, а ключа нет. Я как-то обнаружил ход шириной меньше ладони, и по нему туда-сюда бегала мышь. Безмозглая тварь удрала, прежде чем я успел ее расспросить. КОНЕЦ демон праздности поместил на каждом из островов демона поменьше. Я их видел. Они принимают самые разные обличия. Но это все демоны. Их надо победить, иначе до демона праздности не добраться. Но сначала надо подойти к этим мелким демонам. А я не смог. Мне было слишком страшно. У демонов есть иерархия. Они играют в собственные игры. И смертные в них служат пешками, а иногда и козырными картами. Демон, который держит нас тут, скорее всего правит всем участком тени. Он нас легко не выпустит, если вообще выпустит. это все задумал Ульдред. по предложению Ульдреда, Круг уже был готов заключить союз с Логейном, когда стало известно о предательстве Тейрна. Ульдред начал оправдываться, но мы его не слушали. Тогда он запаниковал, попытался уйти, Ирвинг его не отпустил. Ульдред метнул молнию и всех нас отшвырнуло к стене. Тут-то я очнулся. Наверное, это был условный знак. В тот же миг в комнату ворвались несколько магов. Вот тогда-то я впервые в жизни и увидел, как действует магия крови. Казалось, они обрушили на наши головы гнев самого создателя. Должно быть, Ульдред баловался и демонологией. Когда начался бой, он попытался призвать нечто. Это нечто накинулось на него, и когда Крик оборвался, Ульдред его больше не было. Сейчас он наверняка жалеет, что не умер. Ульдред стал одержимым, и когда я увидел это, я бросился бежать со всех ног. Я ударился в панику, а когда успокоился немного, сразу подумал о том, что будет, если эта тварь вырвется на свободу. Я собрал несколько товарищей, и мы добыли из хранилища летание. Я думал, если мы сумеем обезвредить других магов, то общими силами ударим по ульдреду. Но я видел, как мои друзья гибли один за другим. А теперь настал мой черед. другим. Да простит меня создатель. Я подвела их всех. Они погибли, и я не сумела это предотвратить. Что проку теперь в моей жизни, если я провалила возложенное на меня дело так трудно сосредоточиться как будто что-то мешает мне отвлекает никогда мне не было так сложно может если я уйду отсюда то мои мысли проясняться не бросай нас вин мы не хотим оказаться в одиночестве святой создатель прочь от меня мерзкая тварь останься вин пусть не крепко в мягких объятиях земли не борись со сном твое место здесь с нами нет еще рано мое дело еще не закончено еще не время приди приди к нам отдохни все закончилось хвала создателю что послал тебя погоди что происходит куда ты прочь прочь уйди довольна мне твои гонений злобных я же твоя мамочка разве ты меня не любишь ты мне такая же мать как этот мой мизиниц королева фарелдена тебя я знаю темный дух и обмануть меня ты никогда не сможешь считаешь себя умнее своей любимой мамочки за такое нахальство нужно наказывать вот вот тебе за наглость и непочтительность слегка похоже это но увы дух опоздал ты ну вот и наконец избавь меня скорее от этого назойливого духа мне надоело выносить тычки убей его скорее и можно будет уйти хватит мне не распускать дурак хоть достойно если уж мы должны драться не будем с этим затягивать ну вот пора то было самым самым постой что это о нет только не это не хочу что это у нас мятежник беглый раб ну и ну однако ты нахал впрочем игры кончились ступайте отсюда ты пытался нас разделить ты увел нас прочь друг от друга потому что боялся нас так ведь играя с моим разумом демон ты нажил себе опаснейшего врага если ты вернешься без лишнего шума я сотворю кое-что получше и ты будешь гораздо счастливее я дал тебе счастье и безопасность я дал тебе мир и покой я из кожи вон лес ради тебя а ты хочешь уйти неужели ты только по себе и думаешь о как я страдаю как страдаю а что скажешь я этого не допущу покончим с этим твой ночной кошмар будет сделан постараюсь быть милозерпной потому что путешествует с тобой одно удовольствие сейчас ты погибнешь Кровопролитие ничего славного нет! Ты победил демона. Я и не думал, даже представить не мог, что ты освободишь нас обоих. Когда вернешься, возьми у меня с моего тела летание Адралны. Она защитит тебя от самой страшной магии крови. Я не могу пойти с тобой. Я пробыл тут слишком долго. Для тебя это был краткий сон. Твое тело в реальном мире не увяло, пока дух находился в лапах демона. Все время, пока я был здесь, демон праздности питался моей жизнью. Насыщал ею кошмары своего царства. От меня осталось так мало. Опять все тот же трюк? Я знаю, кто ты! Вам меня не поймать, я выстою! Выдержу! Мальчик совсем обессилел. И эта клетка... В жизни не видела ничего подобного. Успокойся. Мы тебе поможем. Хватит видений. Если в вас еще осталось хоть что-то человеческое, убейте меня! Прекратите эту игру! Он бредит. Его пытали. Наверное, не давали ни есть, ни пить. Я-то в этом разбираюсь. Вот, у меня есть флягоса. Не трогай меня! Не подходи! Мерзкие маги крови роются в моей голове, а я... Я не сдамся лучше умереть. Молчи! Я не стану тебя слушать, а теперь и жиди! Ты еще здесь? Но раньше это всегда помогало. Я закрываю глаза, открываю, а ты еще здесь. Убей Ульдреда. Всех убей за то, что они натворили. Они держали нас в клетках, как зверей. Пытались нас сломить. В живых остался только я. Кое-кого они превратили в... в чудовищ. А я ничем не мог им помочь. И подумать только. Я когда-то считал, что мы обошлись с тобой чересчур сурово. Чтобы наверняка покончить с этим ужасом, чтобы ни одного одержимого и мага крови не осталось, вы должны убить всех, кто находится в башне. Ты принимаешь предложенный мной дар? КОНЕЦ СМОТРИТЕ КТО ПОЖАЛОВАЛ СМОТРИТЕ КТО ПОЖАЛОВАЛ НЕЛЬЗЯ НАРАВИТЬСЯ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Ты еще жив? Я впечатлен. Увы, это значит, что ты убил моих слуг. Да пусть лучше гибнут, служа хозяину, чем живут под тяжким грузом независимости. Обычный маг это личинка великого существа. Ваша церковь чернит нас, зовет одержимыми, а на самом деле мы достигли истинного могущества. Взгляни на них. Они слепо повинуются церкви и слепо отвергают шанс обрести настоящее величие. Ты с ума сошел, Ульдред? В том, чем ты стал, нет ни капли величия. Ха-ха-ха! Ульдред! Его больше нет! Я Ульдред, но только от счастья! Я стал большим! Я могу вручить тебе этот Дарвин, тебе и всем магам. Прими его добровольно, так будет гораздо проще. Пойди сюда, Ирвинг, поздоровайся с бывшим учеником. Ха-ха-ха! На кровь не обращай внимания! У него был трудный день! Что ты с ним сделал? Останови его! Он собирает войско! Он уничтожит хромовников, а потом... Ирвинг, старый лис, ты зачем на меня наговариваешь? А я-то думал, он уже за меня! Никогда! Хватит, Ирвинг, заткнись! Рано или поздно он станет мне служить! И ты тоже! Не забудь летанию! Она помешает Ульдреду контролировать магов и поможет нам победить! Постараюсь быть милосердной! Легче! Аккуратно! Нанесем удар! Не мешкая! Аккуратно! Ты научишься меня навязать! Так! Ну ладно! Тогда же бою! Аккуратно! Аккуратно! Назад! Что скажешь? Проклятье! Беги, пока хочешь! Аккуратно! 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 Ты же убрал, пока не поздно! Давай, не мешкать! Добрый день! Создатель милосердный! Староват я уже для такого! Ирвинг, как ты себя чувствуешь? Бывало и лучше! Ирвинг! Клянусь дыханием Создателя! Я уже не чаял увидеть тебя живым! Все кончено, Грегор! Ульдред мертв! Ульдред пытал магов, надеясь сломить их волю и превратить в одержимых! Мы не знаем, сколько из них поддалось! Что? Нелепица какая! Еще бы он так не говорил! Может, он маг крови? Ты что, не знаешь, что они натворили? Ни за что не допущу, чтобы это повторилось! Здесь командую я! Башня снова в наших руках! Я приму заверение Ирвинга, что все в порядке! Но вдруг в них засели демоны, затаились и выжидают? Довольно! Я уже принял решение! Спасибо! Ты показал себя другом и Хромовников, и Круга! Я обещал тебе помочь, но, коль скоро Круг спасен, мой долг охранять магов! Но вот они вполне могут тебе помочь! Поговори с ними! Кстати, Ирвинг, я рад, что ты жив! О, я уверен, что очень скоро мы снова вцепимся друг к другу в глотки! Итак, вот к чему мы пришли! Башня разорена! Круг почти уничтожен! Я рад, что ты появился так вовремя! Можно подумать, что тебя послал сам Создатель! Самое меньшее, что мы можем для тебя сделать, это помочь в борьбе с порождениями тьмы! Я не для того уцелел, чтобы тут же сгинуть в пучень мора! Даю тебе слово, первого чародея! Круг выступит на стороне Серых Стражей! Ирвинг, у меня есть просьба! Я хочу сопровождать Серого Стража! Винн, ты нужна нам здесь! Круг нуждается в тебе! Я высоко ценю твои чувства, Ирвинг, но Круг прекрасно справится и без меня! У него есть ты! Этот Страж отважен и добр, и я верю, что ему суждены великие свершения! Я помогу ему, если только он захочет принять мою помощь! Тебя всегда было не удержать в башне, когда назревало очередное приключение! К чему мне торчать в башне, если я могу пригодиться в другом месте? Тогда я отпускаю тебя с Серым Стражем! Но помни, что тебя здесь всегда ждут! Сир, я принес новости! Банны требуют, чтобы вы отказались от регенства! Я слышал, они собирают войска, как и твои союзники! Похоже, гражданская война неизбежна, несмотря на нашествие порождений тьмы! Жаль! У меня есть еще одна новость! Похоже, в битве при Астагаре погибли не все Серые Стражи! Не знаю как, но они будут действовать против вас! Я нашел способ уладить... Это дело... С вашего позволения! Антиванские вороны приветствуют вас! Убийца! Для борьбы с Серыми Стражами нам понадобятся лучшие инсиры! И самые дорогие! Просто сделай это! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я убежал, когда Логейн предал нас Я бросил своих соратников, и они погибли И Кайлан тоже погиб Он был мне не только король, но и друг Создатель Все то время, что я просидел в темнице Бана Лорена Только и думал о том, что выпало на их долю той черной ночью при Астагаре Король доверил мне ключ от своего оружейного сундука И велел, если что-то случится с ним, отдать ключ Стражам Создатель не лишен чувства юмора, верно? Оно и к лучшему Сохраняя ключ, он был бы сейчас в руках Бана Лорена Но ты же сказал, что Кайлан доверил его тебе Ключ за вынимающимся камнем в основании одной статуи Я нарисую вам карту, чтобы вы знали, где искать Память об Астагаре, Страж, до сих пор терзает мне душу И Алистеру тоже, я уверена Если мы направляемся туда, тебе стоит взять с собой нас обоих Очень важно, чтобы королевские документы не попали в чужие руки Что Дамерикова меча — это слишком могучее оружие, чтобы бросать его на потеху тварям То же касается прочего королевского оружия и доспехов И если вам случится обнаружить тело Кайлона, похороните его как должно Он был нашим королем, нельзя бросить его смертный прах среди смрадных тварей Хвала Создателю! Помогите! Они напали на нас! Умоляю, помогите! За мной! Я отведу вас к ним! Здесь умирает Серый Страж! Я буду драться, если нужно А он к этому всегда приходит, верно? Ну же, покончимся! Мы должны победить! Уже каких поблажек врагу? Одно удовольствие! Что? Я... Ох... Я думал, что открою глаза, а я труп Или что вовсе не открою, раз уж такое дело Но смотрю, ты меня пока не убил Ах, значит, меня ждет допрос? Давай будем беречь твое время Мое имя Зевран Для друзей Зев Принадлежу к антиванским воронам Здесь с одним заданием Убивать всех уцелевших Серых Стражей Это задание я к несчастью провалил Это орден убийц из Антивы Очень могущественный и славится тем, что всегда выполняет работу Чтобы нанять его, кто-то потратил большие деньги Совершенно верно А я удивлен, что здесь так много знают о воронах Там, откуда я пришел, у нас довольно шумная репутация Как бы там ни было, если допрос закончен Я хотел бы сделать одно предложение Если не возражаешь Ладно, слушай Я не смог убить тебя И расплачусь своей жизнью Не ты меня убьешь, так вороны Так уж у нас заведено Жить мне нравится А на тебя и вороны не рискнут нападать лишний раз Может, возьмешь меня служить тебе? Я вообще-то самоверность Но до тех пор, пока меня не заставляют расплатиться жизнью за ошибку Но это же не великий недостаток, верно? И если, конечно, ты не из таких же В этом случае, боюсь, я... Ты решишь, что это не лучшая рекомендация Добро пожаловать, Зевран Обзавестись антиванским вороном — хорошая затея О, значит, ты одна из моих будущих спутниц И я и не думал, что среди искателей приключений бывают такие красавицы А может и нет Сим, клянусь я в преданности к вам А куда не будет вам угодно освободить меня от всего бремени Безоговорочно отдаю себя в ваше распоряжение Клянусь Отличная мысль Только на твоем месте я теперь внимательно следила бы за едой и питьем Ага, вот и ты Мы принесли Лириум и начали подготовку к ритуалу Можно начинать в любую минуту Это ты, Коннор! Я тебя... Иду! Здесь есть кто-нибудь? Эй! Отец, где ты? Благословенны те, на коих пол взор создателя Ну что это такое? Здесь так холодно Хочу домой Субтитры сделал DimaTorzok Кто вы? Это из-за вас отец заболел? Скажите же А сами вы не демон? Что если вы приняли облик живого существа? Нет Вы пришли, чтобы причинить зло отцу, я знаю Но вы этого не сделаете Я это сделаю Дом Хорошо Хватит иллюзий Встретимся лицом к лицу Ты в моих владениях И вот, мой истинный облик. Здесь моя сила наиболее велика. Но у меня нет желания мериться силами с тобой. Да и ты, я знаю, этого не хочешь. Быть может, нам лучше поговорить? Я всегда предпочитаю разумные переговоры. Ведь твоя главная цель, чтобы я освободила душу мальчика. Возможно, ты сможешь убедить меня уйти добровольно. И мы обойдемся без всей этой суеты и кровопролития. Я оставлю мальчика. Пока. Но связь между нами я сохраню. И когда-нибудь, через много лет вернусь потребовать то, что мне принадлежит. Это случится спустя долгое время после того, как исполнится твое желание. Я же в обмен дам то, что для тебя важно. То, чего ты желаешь. Что скажешь? Я довольно поразвлекалась в мире живых. Если я уйду, можешь всем сказать, что убил меня. Даже мальчик в этом не усомнится. Он вырастет и станет магом. Могущественным и мудрым. Но когда я вернусь, его душа достанется мне. Жаль. Как грустно. Что ж, смертный. Хочешь сражаться? Давай сражаться. Посмотрим, отвечает ли твоя сила твоей дерзости. Ого! 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 Отлично! Довольно! Красота! Ого! Продолжение следует... 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 Верно? Дыхание Создателя! А теперь в бой! Блестяще! Алистер, ты как? Ох, они вот так и бросили его гнить. Мы должны что-то сделать. Это был хороший человек. Он слишком на многое надеялся и слишком рано ушел из жизни. Он заслуживает тех скромных почестей, которые мы в силах ему оказать. Как? Гримуар нашелся сталью? Гримуар и Флемет? С тех пор, как мы узнали о том, что пострадала башня магов, я часто думала, нельзя ли ее спасти. Но я тебе об этом говорила. Какое счастье, что ты сам сумел найти его. Тебе я чрезвычайно благодарна. Немедля сяду книгу изучать. Я не знаю. Мне кажется, ты просишь о награде высокой очень. Возможно, ты и прав. Давай теперь теорию проверим. Ну вот, награда востребована и предоставлена. Я не намерена возможности лишиться узнать поболее того, что Флемет решила мне открыть. Я думаю, что это интересно. Стой на месте, чужак. Здесь стоят лагерем долицы. Какие общие дела могут быть с долицами у таких, как вы? Поскольку ты не просто бродяга, пусть Хранитель сам решает, насколько важно твое дело. Пока будешь в лагере, советую держать руки при себе и помнить, что наши стрелы нацелены на тебя. Следуй за мной. Хм, я вижу у нас гости. Митра, кто эти чужеземцы? Мое терпение не безгранично, а дел на сегодня более чем достаточно. Вот этот называет себя Серым Стражем и хочет поговорить с кланом. Я подумала, будет лучше, если решение примешь ты. Мудрый выбор. Масерана Смитра, можешь вернуться на свой пост. Мановинин Хранитель. Теперь позволь представиться. Я Затриан, Хранитель и Вождь этого клана, сберегающий знания наших предков. Если ты хочешь известить нас о приближении Мора, в этом нет нужды. Я уже учуял разложение, которое он несет миру. Не застрянь мы здесь. Я уже давно отвел бы свой клан на север. Мы не можем тронуться с места. Да, видно, что вам сейчас туго приходится. Сами-то справитесь? Я так понимаю, ты ссылаешься на договор, который мы подписали много веков назад. Увы, я пока не знаю, сумеем ли мы сдержать свое обещание. Мне придется кое-что объяснить. Ступай за мной. Наш клан пришел в лес Брасиллиан месяц назад. Мы всегда здесь встаем лагерем, когда путь приводит нас в эту часть Фералдена. Этот лес опасен, и мы постоянно на стороже. Но кто мог подумать, что оборотни устроят нам засаду? Они затаились и ждали нас. И хотя мы отбились от этих тварей, многие наши воины сейчас лежат при смерти. Целительские умения не помогают. Мы будем вынуждены прикончить наших братьев, чтобы они не превратились в оборотней. Знаю, Мор надо остановить. Но сейчас мы не можем выполнить свои обязательства. Мне искренне жаль, что это так. Они поражены проклятием, которое проникло к ним в кровь и причиняет нестерпимые муки. Они обречены умереть или превратиться в чудовище. Единственное, что может их спасти, связано с источником самого проклятия. Так что помочь нашим братьям будет очень и очень непросто. «Где-то в лесу Брессилиан обитает огромный волк. Мы зовем его Бешеным Клыком. Это в нем зародилось проклятие, и через его кровь разошлось по лесу. Если убить Бешеного Клыка и доставить мне его сердце, я, может быть, сумею уничтожить проклятие. Но эта задача оказалась для нас чересчур опасна. Неделю назад я послал в лес отряд охотников, но все они не вернулись. Я больше не могу рисковать жизнью своих соплеменников. Должен предупредить тебя, что кроме оборотней в лесу Брессилиан таятся и другие опасности. Видишь ли, прошлое этого леса пропитано кровью и смертью. Когда происходит столько смертей, завеса, которая отделяет царство духов от нашего мира, истончается. И тогда духи вселяются в живых и в мертвых. Сохрани нас, создатель! 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 А сейчас возвращайся к Долийцам и скажи им, что не справился. Передай Долийцам, что мы будем рады поглядеть на их мучения. Мы слишком долго страдали от этого проклятия. Пусть теперь помучаются они, пусть заплатят. Разве не Затриан послал тебя? Да! Чего он хочет, так это уничтожить нас. А поговорить никогда не пытался. Бешеный Клык был первым. Он самый старый. Лес его дом. И ты никогда не увидишь его, если повезет. Да! Я знаю, зачем ты его ищешь. Об этом разговора нет. Я все сказал. Беги из леса, пока можешь. Беги к Долийцам и скажи им, что они обречены. Да! Я тоже не хочу с тобой драться. Но мы не можем доверять тебе. Уходим, братья и сестры. У леса есть глаза. Он сам разберется с нарушителями границ, как делал всегда. Подожди. Мы снова у начала тропы. Сдается лес, не желая пропустить нас к цели, куда бы ни вела тропа. Как сильна защита. Защищайся! Легче некуда. Легче некуда. Это еще один, мой. Я иду. Я иду. что за тварь добра иль зла к древу древнему пришла о верно да мне память он сей род свою погибель он в себе несет и стольких губит за свой краткий век слепой и безрассудный человек позволь мне назвать себя мой друг старейший но вернее великий дуб да ведь это же стихи дерево которое говорит стихами можно лишь гадать какой дух в этом повинен мою поспешность соизволь простить могу ли я о милости просить во мне одной лишь думы власть одна преследует напасть в рассветный час недавних пор похитил желудь некий вор то суть то семя корня моего и жизни я не мыслю без него увы не в силах я пойти за ним а без него умру развеюсь в дым ступай на восток там вор и искать а я недвижимые здесь буду ждать иди стой это частная собственность это дом почтенного старца я что тебе убирайся вон ай 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 ни тебе оборотня не даже духа куда катится этот лес к вопросам вопросы вечно вопросы говорят что с ума меня свели вопросы интересно что они сделают с тобой задай вопрос и получишь вопрос но дай ответ и получишь ответ я обожаю честный обмен берегись это непростой безумец я чую в нем магию сильную магию не честно приводить магов на игру в загадке будешь ты играть по правилам или нет но теперь твоя очередь спрашивать верно а вот теперь мне все ясно ты здесь то болтливое дерево там все встала на свои места по правде говоря да этот желудь у меня я его украл причем без малейшего труда надо было глупой коряги прятать его понадежней если хочешь заполучить этот желудь тебе придется его а вы менять только что больше ничего от той глупой коряги не веточки не листика но это все что я могу сказать ответ за ответ твоя очередь так с чего бы начать а вот как тебя зовут а вот как ты говоришь это они тебя послали верно только ты слишком хитрый ты пытаешься меня дурачить что я тебя раскусил так и знай ну теперь твоя очередь задавать вопросы ну давай спрашивай что слабо дай-ка глянуть и я могу обменять желудь шлем который я недавно нашел и книгу который я прочитал много лет назад если конечно у тебя найдется что-нибудь интересное и что ты хочешь предложить в обмен на желудь книга что еще за книга история эльфов говоришь такое приятно почитать при лунном свете да и бумагой пользоваться удобнее чем листьями а ну-ка дай на вот бери так с этим закончили что еще найдется у тебя в закромах а понимаю хочешь поскорее сообщить им о своей находке что аж хорошо прощай о светлый час о дивный сладкий сон мне мой заветный желудь возвращен а вот и дар который я сулил надеюсь что тебе он будет мил мою ты ветку в путь с собой возьмешь и лес без затруднения пройдешь удачи же тебе мой смертный друг лес был недостаточно бдителен он не помешал тебе ты сильнее чем мы думали до лицы сделали хороший выбор но тебе здесь не место чужак уходи предатели долицы послали тебя убить бешеного клыка я не буду стоять в стороне и не дам этому случиться здесь бешеный клык защищает нас здесь мы получаем имена и находим любовь мы отдадим жизнь за бешеного клыка и за это место я больше так не могу на нас напали чужаки обманом вторглись в самое сердце леса отступайте к руинам защищайте хозяйку ты считаешь здесь безопасно бродить мне казалось я слышала как стена рушится а 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 и а а а а и И это всё, на что ты способен? Лучше б ты удрал, пока не поздно. Вот мы и запачкали. Давай всё это не тратай. Снова ты 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 не тратай. Ты не тратай. Снова 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 ты лезь. Снова ты не тратай. Затриан, твой народ верит, что ты раскрыл секрет бессмертия, которым владели ваши предки. Но это не так. Ты живешь до тех пор, пока существует проклятье. Нет, всё совсем не так! Я сделал это ради своего народа. Ради своего сына и дочери. Для них, и во имя справедливости я готов на что угодно проклятие не спадет со смертью затряна однако его жизнь зависит от этого проклятия и я уверена что его смерть также связана с концом проклятия как убьем его разорвем на части хоть вы умеете говорить а все равно остались дикими зверями и какой тебе прок если ты убьешь меня я один знаю как снять заклинание но я никогда этого не сделаю слышите мы должны перебить их все видишь они на тебя также набросятся делай свое дело серый страж или же не мешай мне мы на стороне правды что бы ни случилось тогда ты умрёшь вместе с ними вы все получите по заслугам и довольно я не могу не могу тебя оголеть прикончиво убей нет не убивайте его умоляю тебя хозяйка останови их нет бегун мы его не убьем если уж в наших сердцах не найдется место милосердию как мы можем ожидать что он проявит милосердие к нам я не могу сделать того чем ты просишь дух я слишком стар для милосердия я вижу только лица моих детей родных нет я не могу этого сделать быть может я слишком долго живу на свете эта ненависть разрослась во мне точно древний уродливый искривленный корень она пожрала мою душу а как же ты дух ты связана с этим проклятием так же прочно как я разве ты не страшишься смерти ты затрян мой создатель у меня не было ни облика ни сознания ты дал мне и то и другое я познала любовь и боль страх и надежду всю радость того что зовется жизнью однако же ничего я не желаю более чем смерти я умоляю тебя создатель дай мне умереть мы умоляем тебя будь милосерден ты устыдила меня дух я я старик зажившиеся на этом свете ты это сделаешь покончу с проклятием да я думаю что пора давайте давайте же покончим со всем этим а Девушки отдыхают Девушки отдыхают Затриану пришлось умереть Когда он уходил, я почувствовала недоброе Но я думаю, он был готов к смерти Как же трудно будет занять место Затриана Он был нашим Хранителем много веков Нам будет его ужасно не хватать Ну а теперь я Хранитель И как Хранитель клянусь Исполнить все условия договора наших предков С Серыми Стражами Зови И мы придем быстро и решительно И нанесем удар твоим врагам Клянусь в этом Ты уж прости, что я немного нервничаю В эти края так редко забредают путники Конечно, это мои трудности Одна из моих трудностей Мул испугался блуждающего огонька И убежал в чащу Ну и что я теперь делаю? Конечно, жду, когда мой помощник Разыщет этого распроклятого мула И мерзну А, ты верно хочешь узнать, почему я здесь В этих краях, да? Позволь представиться Феликс де Гробоа Купец и предприниматель К вашим услугам Обычно я не езжу этой дорогой Но тут грянула война И я понадеялся на удачу И хорошую погоду в горах И не получила вы ни того, ни другого Всю дорогу несчастья Следовали одно за другим Я, конечно, не очень рассчитываю Но вдруг Ты захочешь помочь проезжему, бедняге Худшая из всех моих неудач Вот этот артефакт Который я купил в Джейдере Мне сказали, что это Жезл управления Для голема Мне смысла нет Оставлять себе эту штуку Потому что я никогда Ею не воспользуюсь Но может тебе она пригодится Ну и славно Ты найдешь голема в деревне Под названием Хонлит Во внутренних землях Вот Я отмечу это место на твоей карте Я слыхал, что там может быть опасно Потому что вокруг рыщут порождение тьмы Но могу поспорить Для такого, как ты, это не проблема Просто подними Жезл И скажи Дуле в гар Это пробудит голема Так мне сказали Ну чего же я этого не люблю? Да, похоже, без насилия не обойтись Молодец Молодец Субтитры сделал DimaTorzok Супер Унижайся Супер Унижайся Продолжение следует... 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 И если ты придешь без особого ключа, то ни за что не догадаешься, что стоишь перед проходом. В ее логово ведут ходы из всех концов пыльного города, но всякий раз открыть только один из них. Если хочешь войти, сначала найди этот ключ. Кстати, войдешь туда, вряд ли выйдешь обратно живым. Так-так, посмотрим, что у нас тут. Джарвия сказала, ты ищешь неприятностей. Что ж, поздравляю, ты их нашел. Держи, что ты его стоишь не мотивируешь. Не убивай меня, святые предки. Чему вас учат на поверхности? Ты дерешься, как раненый архидемон. Камень кровавый. Ты посмотри на них. Убежище прямо под городом. Туда можно попасть через стену третьего дома по этой улице. Вставь косточку в отверстие и откроется проход. Пароль назови. Парни, похоже, новый мученик объявился. Погибли, что жду! Да, похоже, без насилия не обойтись. Разозлили. Иногда и поплатишься. Ловушка прямо впереди. Вот я запачкну. Ну же, поконь сердце! Сохрани нас, создатель! Ловушка прямо впереди. Гони их! Осторожно! Если вы должны... Не будем с этим затягивать! Прошу тебе не знакомиться. Пусти меня. Я вижу, что ты враг Джарви. Прошу, помоги мне. Спасибо. Мы здесь, внизу. Так давно мой друг не дожил. Просто однажды перестал есть и всё. И всё ради дурацкого пари. Значит, Белин наконец понял, что трон ничего не стоит, если нет сил его удержать. Но своих людей послать так и не удосужился. Чужеземец, ты примкнул не к той стороне. Пока тут есть королева, совершенно не важно, кто король. Убейте их. Только Болтуна оставьте. У меня на него особые виды. Не стоит выкладываться до конца. Убейте их. Да ты просто превзошёл самого себя. Весь Арзамар только и говорит о том, как некто прошёл весь пыльный город и перебил бандитов Хартии, точно Генлоков. Смерть Джарви повысила мою популярность. Но для полной победы над Хароумунтом нужно достижение, которое навсегда прекратит политические споры. Что ты знаешь о совершенной Бранке? Она совершенная. Женщина из касты кузнецов, которая получила титул благодаря своим гениальным изобретениям. Два года назад ей стало известно о некоем творении древних мастеров. Бранка вдохновилась настолько, что всё бросила и отправилась на глубинные тропы. Она была единственной совершенной за целых четыре поколения. Однако махнула рукой на все обязательства. Совершенные – это всё равно, что предок, живущий рядом с нами. Если бы Бранка вернулась, один её голос перевесил бы мнение целого совета. Всякий, кого она поддержит, без помех взойдёт на трон. Мои солдаты проследили путь Бранки до перекрёстка Каридина, древнего пересечения туннелей, которые четыре века назад захватили порождение тьмы. Её след обрывается там. Быть может, ты со своим опытом стража отыщешь там то, что пропустили мои солдаты. Тебе придётся пройти на глубинные тропы через шахты. Ради безопасности города мы держим открытым только этот путь. Перекрёсток Каридина за много миль оттуда, в самом сердце туннелей. Когда-то там проходил главный тракт, но до Бранки там много поколений не ступала нога гнома. Эй, незнакомец! Не видал ли ты тут поблизости Серого Стража? Слыхал я, будто он или она, ты ж понимаешь, это было пару фляг тому назад. В общем, Страж отправляется искать Бранку по приказу самого принца. Эй, погоди-ка! В последнее время в город, если пропускают не гномов, так только Стражей и помощников. Стало быть, ты или один из них Страж? Надо сказать, что я, наслушавшись преданий, ожидал увидеть более внушительное зрелище. Правда, Стражи сейчас, сдаётся, выглядят совсем не так, как прежде. Привет. Можно тебя кое-чем попросить? Звать меня Огран. И если ты обо мне и слыхал, так, наверное, только то, что я писаю Элем и убиваю сопливых мальчишек, которые косо на меня посмотрят. И это, по большей части, правда. Вот только никто не говорит, что только я один до сих пор пытаюсь спасти нашу единственную совершенную. А если ты ищешь Бранку, то я единственный, кто знает, чего искала она, а это очень даже может пособить её найти. Я знаю, чего Бранка хотела и как она выглядела. Тебе, думаю, известно всё, что вызнали Бяленовы следопыты. То есть, в каком месте она исчезла? Если мы объединим наши знания, у нас будет шанс найти Бранку. Если нет, скатертью дорожка. Так вот знай, что Бранка искала наковальню пустоты, секрет создания големов, потерянный много веков назад. Смастерил её кузнец Ковидин. И с её помощью Арзамар получил сотню лет мира. Его защищали големы, созданные наковальней. Всем известно, что наковальня была построена в древнем Тейге Артан. Бранка собиралась начать поиски оттуда, если, конечно, удастся найти сам Тейг. Знала она только одно. Он находится где-то за перекрёстком Каридина. В этот Тейг уже пять сотен лет ни одна живая душа не заглядывала. Перекрёсток Каридина. Просто не верится, что разведчики Беллина и впрямь добрались сюда. Этот перекрёсток был одним из самых больших в старинной империи. Отсюда можно было попасть куда угодно, в том числе и в Тейг Артан. Ага. Бранка откопала кое-какие карты древней империи. В наши дни столько всего разрушилось, что сверяться с этими картами нелегко. И всё же, по моим прикидкам, мы сейчас на верном пути к Тейгу Артан. Так-так, посмотрим, что у нас тут. Аха! Новые прихлебатели Беллина. Покажем-ка им, кто здесь король! Какая отвратительная вонь. А что это ты на меня уставилась? А разве нужно смотреть куда-то ещё? Ты что, забыл о рыбе, которую запихнул в свой дорожный мешок? Я её просто припрятал. Надо выждать ещё хоть денёк, прежде чем залить её мочой. Даже у Хассендов нет такой омерзительной привычки. А ведь они пожирают мясо мертвецов. Ладно, ладно. Окуну рыбину в мочу прямо сейчас. Будь по-твоему привереда. Я совсем не это... Нет, забудь. Просто избавься от этой рыбы. И побыстрее. Ты что, в церкви всем указывают, что надевать? Все должны носить монашеские рясы и тому подобное. Ага. Рясы. А ещё что? Ну, иногда носят ризы и праздничные облачения. Ясно, ясно. Ну, а ещё что? Почему тебя это так интересует? Фу, да чтоб меня ломать. Под рясами что? Панталоны или нет? Что? Ну, не тяни, говори. Вы под рясами голые или нет? Да какое это имеет значение? Ладно, не говоришь и не надо. Сам как-нибудь узнаю. Эээ, ну да. Удачи тебе в этом деле. Полагаю, Лилиана, ты уже сложила подходящую балладу, чтобы увековечить события в Рэдклифе. С какой стати мне это делать? Продолжение следует... 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 Я в это не верю. Я верю, что у нас есть цель. У нас всех. Твоя цель явно в том, чтобы мне докучать. Твоя цель. Тьфу, просто падальщик какой-то. Без него чище будет. Ты уходи давай. За тобой темные придут. Да, сглодают все косточки. Говорят, здесь выживают только те, кто питается трупами порождения тьмы. Это вызывает скверну, превращает мозги в нечистоты, но порождения тьмы перестают тебя замечать. Какая гадость. Даже не знаю, бояться мне его или жалеть. Что ж, если не будешь знать, куда девать трупы порождения после мара... Это мое имение, не ваше. Глодайте свои кости. Убирайтесь, это мое. Все добро, что тут есть, мое. Нет, никаких разговоров. Прочь с моего места. Ты не возьмешь ничего в руках. Ты не возьмешь этих блестящих червячков? И эти милые камни? Болзуны забрали почти все. Они забрали все остальное и все бумажное. Они забрали то, что блестит, и то, где слова. Бумажное? Где слова? Кажется, речь идет о каких-то записях. Как ты считаешь, здесь могла ночевать бранка? Они все тащат в большое гнездо. В гнездо, где кладут яйца. Они тащат блестящее внутрь. Да, внутрь. Валяйся себе в чумной грязи, чертова тряпка. Это не так плохо. Когда темно и сжет, руку тепло. Тепло, как у мамы в руках. Брысь от меня, уродец чертов. Ты только глянь на него, просто бледный червяк какой-то. Его должны были послать в рудники, а он предпочел вот это. Я бы лучше избавил его от мучений. Похоже, этот стервятник живет в старом лагере бранки. Видел ты отметины на полу? Здесь когда-то жило множество народу, и костров разжигали немало. Это должно быть бумаги бранки, которые, по его словам, утащили пауки. Такая непрочная штука не могла сохраниться от прежних хозяев Тейга. Пранка думала обо мне. Я знал, знал, что она меня еще помнит. Милая моя глупышка. Что ж, похоже, нам придется отправиться в мертвые рвы. Говорят, там логово порождения тьмы. Их там целые стаи. Но если туда пошла бранка, пойду и я. Их там целый стул! Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А когда она поела, она начала надуваться. Она распухла и посерела. И стала пахнуть, как они. Они переделали ее по своему подобию. И она начала делать их новых. Матка. Девушки отдыхают. Я это сделаю. Я справлюсь. Отлично. Ладно. Тогда Гойл. Давай. Давай. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Они присягали моему дому и не захотели помочь. Они пытались покинуть меня, даже моя милая Геспи. Она не должна была уходить. Она мне присягала. Она клялась сделать все, чтобы найти наковальню. Она не должна была уходить. Она мне присягала. Она клялась сделать все, чтобы найти наковальню. Другого выбора не было. Большинство из них уже умирали от скверны. А некоторые... Некоторые из женщин преображались. Я знала Кенан Стан. Неиссякаемым ресурсом. Поставщиками порождений тьмы для проверки ловушек. Они по-прежнему могли помогать мне двигаться к наковальню. Это был единственный путь. КОНЕЦ Меня зовут Каридин. Да, когда-то. Так давно, что уже стерлась из памяти. Я был совершенным для гномов Арзамара. Каридин? Совершенный кузнец? Живой? Ага. Я узнаю этот голос. Шейла из дома Кадаш. Шаг вперед. Вы знаете, как меня зовут? Значит, это вы выковали меня. Это вы дали мне имя. А ты все уже забыла. Это было так давно. Я сделал тебя этим големом, Шейл. Но раньше ты был гномом таким же, как и я. Лучшей воительницей короля Валтера. И единственной женщиной, которая согласилась на эксперимент. Единственной женщиной? Гномом? Я положил тебя на наковальню пустоты. Здесь, в этой самой комнате. И придал тебе форму, которой ты обладаешь. Наковальню пустоты. То, что мы ищем. Если вы ищете наковальню, то просто обязаны выслушать мою историю. Иначе вам придется перешить ее на себе. Хотя я изготовил много вещей в свое время, славу и положение мне принесла единственная наковальня пустоты. С ее помощью я мог ковать людей из стали и камня. Гибких и умных, как и любой другой солдат. Объединенные в армию, они были непобедимы. Но я не рассказывал никому о цене. Ни у одного простого кузнеца, как бы умел он не был, не было сил создать жизнь. Чтобы вдохнуть в голева жизнь, мне пришлось собирать жизни откуда-то еще. По рождению тьмы все подступали. Сначала я брал только добровольцев, храбрейших гномов, готовых отдать жизнь за возможность защитить свой город. Но королю Валтеру стало мало и этого. Он начал посылать ко мне гномов насильно, бескастовых и преступников, своих политических противников. Все были отданы наковальни. Мне пришлось самому почувствовать удары молота, чтобы осознать тяжесть своего проступка. Для меня это была не месть. Удары молота открыли вне глаза. Мои ученики знали достаточно, чтобы превратить меня в голева. Но недостаточно, чтобы сделать жезл управления. Я сохранил разум. Ты была одной из самых преданных, Шейн. Ты все время была рядом со мной, и в конце концов, я отослал тебя подальше из милосердия. Я не помню. С тех самых пор мы оставались здесь в заперти, и за это время я нашел способ уничтожить наковальню. Но, увы, я не могу сделать это сам. Голем не может до нее дотронуться. Нет, наковальня моя. Никто ее у меня не отнимет. Шейлор, однажды ты уже сражалась за то, чтобы уничтожить наковальню. Не дай ей снова попасть в безумные руки. Вы говорите о том, чего я не помню. Вы говорите, мы бились. Вы управляли нами с помощью жезлов, да? Я уничтожил жезлы. Может быть, мои ученики научились их заменять, но в таком случае все, что им нужно, это наковальня. И у них будет столько рабов, сколько они захотят. Вы, пожалуйста, помогите мне уничтожить наковальню. Не дайте ей поработить новые души. И так на ней немало крови. Не слушайте его. Он тут окончательно обезумел, проторчав тысячу лет в заперти. Принесите мне наковальню, и у вас будет армия, какой вы никогда не видали. Бранко, ты свихнувшаяся жестокая дрянь. Неужели эта железка столько для тебя значит, что ты даже не видишь, что потеряла ради нее? Ты оглядись вокруг. Разве так должна выглядеть наша империя? Осыпающиеся туннели, полные порождений тьмы, а с наковальней мы вернем себе былую славу. Значит, мы за кредина. Хорошо. По-моему, это правильно. Спасибо, чужеземец. Ваше сострадание разжигает во мне стыд. Нет, вы это не возьмете. Только через мой труп. Бранко, не вздомай отдавать за это жизнь. Ну так отдай эту чертову штуку. Она же явно не в себе. Может быть, хоть один раз она успокоится, и мы сможем с ней поговорить. Как вам это? Ты не единственный мастер-кузнец на свете, кредин. Големы, слушайтесь меня. В атаку! Газово управление? Но, друзья мои, вы должны мне помочь. Один я ее не остановлю. Я ее не остановлю. Держи. Упера. Ай! Он не You. Упера. Хорошо. Голight. Тогда с бою. Гони! Берусь. Ладно. А вот и ваши проблемы. Глупые. А вот и ваши проблемы. Постараюсь быть милозердным. Мил, берегись! Куда? Это что за волны? Больше нет, лучше не будет. Вот и еще одна жертва моего злосчастного изобретения. Как бы мне хотелось, чтобы об этом умолчали историки. Да уж, вот глупая баба. С самого начала знал, что эта наковальня ее угробит. Почему же эта женщина не смогла справиться со мной? Ведь она справилась с тобой, Коридин. Я не знаю. Тебя изменили? Когда-то у меня хозяином был жалкий коротышка-маг. Он делал со мной что-то, ставил опыты. А потом я убила его и окаменела на месте. Хм... Может быть, он пытался вытянуть из тебя воспоминания. И ненароком заставил вспомнить тот бой, когда мы сражались вместе. Такой паралич возникает всегда, когда погибает хозяин. Что же касается твоей свободной воли, ты всегда была сильной женщиной, Шейла. Рад видеть, что ты такой и осталась. Не знаю, что и сказать. Спасибо. Не надо меня благодарить. Все это... Мои поступки. Мое наследие. Но, по крайней мере, сейчас все это кончится. Спасибо вам, что встали на мою сторону. Наковая меня ждет. Нанесите ей последний удар. Могу ли я чем-нибудь наградить вас за помощь? Прощальный подарок, прежде чем я спрошу свое премьер. Ну, Бранку-то уже не оживишь. Может быть, сделаем из нее голема, как вы? Нет. Я бы не сделал с ней такого, даже если бы мог. Да, не подумал. Но тогда ничего я не хочу. Что ни попроси, все будет напоминать об этом. Нам еще надо как-то утрясти дело с выборами. В смысле, нам нужен Совершенный, чтобы получить поддержку Совета, верно? Заказываю помощь, я в последний раз возьмусь за молот и сделаю вам корону. Кому ее отдать, решайте сами. КОНЕЦ 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 Куда ты пойдешь? Ты же не собираешься... Собираюсь. В моей жизни была только одна цель. Гарантировать, что наковальни не воспользуются снова. Теперь я в этом уверен. Всем нам выйдет срок, Шейл. Желаю тебе самой решить, когда настанет твой час. КОНЕЦ 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 Да назовут тебя хроники достойным, король Арзамара. Ну а ты признаешь меня королем? Я... я не могу противоречить слову совершенного. Трон твой, король Белин. Тогда вот мой первый королевский указ. Я требую казнить лорда Харрумонта. Стража, взять его! Страж, ты как никто другой знаешь, что нам предстает война. Арзамару сейчас необходимое единство. Всякий, кто подрывает мою власть, действует на благо только порождением тьмы. Я вернусь в свой дворец, чтобы собрать генералов и подготовить наши войска к маршу наверх. Там мы и увидимся, Страж. Благодарю за все, что ты для меня сделал. Ты блестяще проявил себя, Страж. Я, конечно, добился бы трона и без твоей помощи, но не так легко и не так скоро. Сообщи, когда мы тебе понадобимся. И к твоим услугам будут все боеспособные гномы Арзамара. Ты сделал куда больше, чем я ожидал. А потому я хочу вручить тебе и личную награду. Этот молот был любимым оружием моего брата Триана. Возьми его в память о том, что связывает тебя с Арзамаром. Продолжение следует... Урна была потеряна не случайно. Я молюсь, чтобы Джанитиви был жив, но с каждым днем надежда угасает. Я... я пытался ему помощь послать. Недавно приезжали рыцари из Рэдклифа, тоже его искали. Я послал их следом за Джанитиви, но они тоже пропали. Не спрашивай меня, куда они отправились. Ты пойдешь за ними, и с тобой тоже приключится беда. Эти поиски... мы все теперь проклятые. Есть вещи, которые нельзя отыскивать. Теперь я это понял. Ай, да будет так. Все, что он сказал перед отъездом, что остановится в гостинице озера Каленхат и будет что-то обследовать в тех краях. Желаю удачи и найти ответ на твой вопрос. Что ты делаешь? Тебе туда нельзя! Прошу прощения, но та комната не для гостей. Там полно книг и бумаг, и я предпочел бы, чтобы их никто не трогал. Я же сказал нет. Джанитиви не любил пускать в свою личную жизнь посторонних. Нет, не прикасайся к двери! Мы славно постарались! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты проснулся? Ты? Ты это тоже почувствовал, да? Похоже, Архидемон видел нас. Видел нас! Что это значит? Мне кажется... Погоди, ты это слышал? Порождение тьмы нас почует! Субтитры создавал DimaTorzok Никаких поблажек врагу! Думаю, это как однажды сказал Дункан. Мы чувствуем их, а они чувствуют нас. С этого момента нам необходимо быть максимально осторожными. Теперь в лагере небезопасно. Что же они пришлют в следующий раз? Сборщиков податей для порождения тьмы? Вокруг лагеря надо выстроить укрепления. Ночью спать не дают! Вот дерьмо! Какая досада! Теперь здесь будет труднее спать. Как ни ловушек, ни засад? Всего-то несколько головорезов. Сделано. Пойдем дальше. Что ты делаешь в убежище? Здесь ничего для тебя нет. Мы не любим, когда низинники осматривают наши дома словно зверинец. Если хотите, можете купить что-нибудь в лавке. А после этого, надеюсь, вы все нас покинете. Похолодало, что ли? Или мне кажется? Они что-то скрывают. Это совершенно очевидно. Очень холодно. Кажется, они там поют песнь. Я думаю, стоит взглянуть. Отлично! На нас не зашла благодать. Возлюбленная святая мать избрала нас своими защитниками. Этот священный долг возложен на нас. Возрадуйтесь, братья, и приготовьте сердца к тому, чтобы принять ее. Так возвысим же голоса наши, и не станем впадать в отчаяние, ибо она вознесет верных слух своих, когда... Я понимаю, что ты здесь новичок, но по правилам вежливости никого нельзя прерывать. И потом мы уже почти закончили. Но, ваше преподобие, мы еще не завершили таинство в честь Святой Матери и не... не пропели гимн. Тише, Ниода. У нас почетный гость. Таинство могут и подождать. На сегодня все, дети мои, до завтра. А сейчас я должен заняться нашим гостем. Чужаки все портят. Они приводят новых чужаков. Не успеешь оглянуться, как убежище станет другим. Мы готовы на все, чтобы этого не допустить. Ты ведь понимаешь, что мужчина должен защищать свою семью? Братья, вы знаете, что надо делать. Сохрани нас, Создатель. Ты сам напросился. Сейчас. Кто ты? Тебя прислали покончить с этим? Ты представить себе не можешь, как я рад видеть хоть кого-то не из этой деревни. Я... С ногой плохо. И ступню я не чувствую. Спасибо. Так лучше. Намного лучше. Нет у меня времени отдыхать. Я почти у цели. Урна совсем рядом, на горе. Мои исследования привели меня в убежище. Я слышал разговоры жителей. Я знаю, что урна здесь. Убежище находится у подножия горы, в которой скрыта урна. В старину для нее специально выстроили храм. Дверь всегда заперта, но я знаю, что ее открывает. Эйрик носит медальон, открывающий дверь храма. Я видел, как он пользовался им. Да, это и есть твой ключ. Если ты втащишь меня на гору, я покажу, как им пользоваться. Да-да, идем. Помоги мне выбраться отсюда. Я постараюсь идти побыстрее. Ага, дай мне медальон и посмотрим, сохранилась ли у меня память. Вот, видишь, с ним можно так. Вот так. А вот... Ключ, который открывает вход. Таких ключей в мире сохранилось очень мало, но я видел некоторые. Когда найдешь правильную комбинацию, то сам почувствуешь. Это трудно объяснить. Теперь посмотрим, откроется ли дверь. Там должно быть место, куда он вставляется. Я бы все отдал, чтобы увидеть этот зал в его прежнем великолепии. И все же, стоит только стряхнуть снег и лед, сразу можно увидеть следы былой красоты. Я немного улегся, извини. Эта резьба была сделана сразу после смерти Андрасте, и может сообщить о ее жизни такое, что нам еще неизвестно. Думаю, мне потребуется время, чтобы изучить эти статуи и резьбу. Мне с моими ранами все равно не поспеть за тобой. Иди, ничего со мной не случится. Не думай, чтобы здесь был кто-то из деревенских. Со мной все будет в порядке. Возможно, мне было суждено лишь привезти тебя к урне. Если я тебе понадоблюсь, найдешь меня здесь. Мне бы что-нибудь, на чем можно писать. Дыхание создателя. Вы только взгляните. Я это сделаю. Отлично. Я это сделаю. В атаку! Кровопроведение чего славного не управляет! Вот еще. Можно не повторять. Стой! Дальше тебе не пройти! Тобой осквернен наш храм! Пролита кровь верных и погублена наша молодежь! Довольно! Говори, злодей, ради чего все это содеяно! Зачем ты явился сюда? Все это ради древней реликвии? Так знай, чужеземец! Пророчица Андрастая превозмогла саму смерть и вернулась к верным ей в более прекрасном облике, чем ты можешь себе представить. Теперь даже Твинтерской империи не под силу уничтожить ее. На что же ты рассчитываешь? Андрастая дозволена подходить лишь ее последователям. Но когда придет пора, она возвысится над народами, и все узреют ее сияющее великолепие. Хотя, возможно, есть способ искупить твои недавние прегрешения. Все мы спотыкаемся во тьме, прежде чем нас найдут и покажут нам путь к свету. Возможно, благодаря милосердию Андрасты, ее злейший враг станет ее величайшим рыцарем. Позволь представиться. Я отец Колгрим, глава последователей Андрастэ. На вершине этой горы покоятся останки смертного тела Андрастэ. Урну охраняет бессмертный страж. Он находится при ней с древности и отказывается принять возрожденную Андрастэ. Этот прах не позволяет святой Андрастэ полностью воплотиться в новом облике. Она не может двигаться дальше, пока эти останки существуют. Возлюбленной нужно получить обратно прах, чтобы воссоединить его с собой. Для этого нужна лишь капля ее крови. Кровь — это источник силы, знания. Через нее вся мощь, содержащаяся в прахе, вернется к нашей госпоже. Страж пресекает все наши попытки достичь урны. В нем воплотилась мощь, оставшаяся от первой Андрастэ. Он знает о последователях, а мы не можем ему ничего сделать, ибо он черпает силы от самого праха. Но вот тебе по силам вернуть госпоже то, что по праву принадлежит ей. Окажись здесь владыка церкви, она бы точно лопнула от негодования. Так и вижу ее. Что это еще за болтовня о крови и власти? И он думает, что Андрастэ возродилась? Бред какой-то. Ух, не нравится мне все это. Награда за эту услугу будет поистине велика. Задача проста. Я дам тебе пузырек с кровью святой Андрастэ, и ты польешь ею прах. Магия потеряет силу. Я хочу госпожа освободиться от оков ее прежнего существования. Не очень-то мне по душе идея помогать этому Колгриму. Когда ты это сделаешь, мы будем почитать тебя как брата. Держи. Это кровь дракона. Ты знаешь, что с ней делать. Если все получится, Колгрим и его люди останутся у тебя в долгу. Это даст нам серьезное преимущество. Плохая, никудышная затея. Вспомни, тебе уже приходилось пить кровь. А это еще хуже. Теперь я буду молить святую Андрастэ, чтобы ты смог беспрепятственно пройти в главное святилище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молю, сдержи свой гнев. Я привел тебе защитника, что обрушится на врагов подобно очистительному пламени, проложив путь к славе твоей. О возлюбленный Андрастэ, о святая Андрастэ, мы превозносим имя твое. Я говорил с возлюбленной Андрастэ, она позволит вам пройти. Сделай свое дело, и приобщишься к ее славе. Это место не похоже на остальной храм. Его словно не коснулось время. Добро пожаловать, паломник. Я страж, защитник урны священного праха. Явился ты, Андрастэ, поклониться. Докажешь, если искренность ты веры, то сбудется желание твое. Не мне давать оценку твоей веры, перчатка латная то сотворит. Колесо чтет тебя достойным, будешь ты допущен к курне. Прах взять щепоть дозволит, если ж нет. Прежде чем войдешь, один вопрос задать я должен. Я вижу, ты шел сюда путем нелегким. Страданиями отмечен этот путь. Твоими и страданиями других. Раскрыли в храме замысел Йована. Ты помощь обещал ему. Сознайся, ты подвел Йована. Значит, ты не слишком переживаешь из-за ошибок, своих или чужих. Задним числом да со стороны легко рассуждать. Вот только прошлое от этого не исправляется. Хотела б цели Стража я понять. Будь осторожен. Ставит он в ловушке. Прошлое в прошлом. Зачем копаться в нем и бередить старые раны? А что же спутники твои? Алистер, рыцарь и Страж. Ты думаешь, что все могло быть по-иному, окажись ты рядом с Дунканом на поле боя? Что ты мог бы отразить смертельный удар? Ты думаешь, ах, если б я погиб, а он остался жить? Я... да. Если бы уцелел Дункан, а не я, все изменилось бы к лучшему. Будь у меня хотя бы доля возможностей, я... А ты... Ты утверждаешь, что говорит с тобой Создатель. Ведь, как известно, он покинул нас. Он говорил с одной лишь Андрасте. Не думаешь ли ты, что ей и равна? Никогда я такого не говорила. Я... В Орлее видной ты была особой. Боишься ты себя утратить в лотеринге, мужеподобной сделаться старухой и сгинуть. Когда в обители все братья и сестры тебя бронили за твои слова, страдала ты, но втайне наслаждалась. Чертой твоей особой это стало. Внимание жаждешь ты, пусть даже злого. Ты говоришь, что я все делаю, чтобы внимание привлечь? Неправда. Я знаю, во что верю. А ты, Морриган, дочь Флемет, что? Отвяжись, дух. Не стану я играть в твои игры. Я учту твое желание. Будь открыт. Удачи вам. И добрящите вы то, что ищете. Это под силу малому щеглу, а могучему мужу порой нет. Что это? Да, ее подругой, любимой, в детстве я была. И пели с нею целыми мы днями. Радость жизни воспевала она. И кто ее слышал, сам исполнялся радости. Говорят, сам Создатель был очарован ее пением. И с тех пор она не пела об обыденном. Око за око. Зуб за... Долг крови следует выполнить полна. О чем речь моя? Я вынудила его поклясться, что ее казнят при скоплении народа, вместе с ее военачальниками, дабы все узрели мощь империи. Я правосудие. Я месть. За кровь можно воздать лишь кровью. Кости земного мира простираются в объять. В белом облачении, как невеста, приветствующая возлюбленного. О чем речь моя? Да, я перенес прах Андраста из Тевентера в горы на востоке. Отсюда она может вечно глядеть в небо ее Создателя. Не сыскать лучшей гробницы. Никто этого не видел, но все... Легче воздуха, острее меча. Является из ничего, но одолевает могучие армии. Что это? Да, голод был оружием, которое сокрушило нечистивцев из Тевентерской империи. Создатель разжег пламя солнца и опалил землю. Посевы не уродили, и их армия не смогла выйти в поход. А затем он разверз хляби небесные, и воды смыли их мерзость. Катайр, имя мне, я последователь Андрасте и предводитель ее войск. Я видел, как сие вершилось, видел благоволение Создателя. Владеет сломанным мечом и отделяет истинных королей от самоза... О чем речь моя? Да, я не мог вынести страданий Андрасте, и милосердие побудило меня прервать ее жизнь. Я кающийся грешник и сострадаю другим в надежде, что и сам удостоюсь сострадания. Отрава в душе жестокий близнец страсти. Из любви растет, доколе ложь любовь не уничтожит. О чем речь моя? Да, ревность меня толкнула к предательству. Я, величайший полководец Аламарри, рядом с ней был никем. Сотнями люди валились пред ней на колени, как Создателя они любили ее. Я тоже любил ее, но разве под силу человеку тягаться с Богом. Не гость я здесь и не захватчик. Всей обители принадлежу я, и она моя по праву. О чем я речь веду? Мечтал я дать сородичам своим страну, где не было бы господ над нами помимо нас самих. Враг моего врага мой друг, потому пошли мы за Андрасте против империи, но предали ее, а с ней и нас. голоса призрачных царств, отзвуки еще удивительные сестры мысли скитаются в ночи, но исчезают с проблесками рассвета. Что это? Сны не сходили ко мне, когда я носила дурч под сердцем. О ее жизни, о том, как ее предадут и погубят. Я вся печаль и раскаяние. Я мать, льющая горькие слезы по дочери, которую не смогла спасти. Позабавился загадками? Я не думал, что тебя одурачу. Но дух ли я? Или я существую только в твоем сознании? А может, ты попал в тень? Если честно, я не знаю. Я часть перчатки. Я Йован. Я ты. И все это правда. Ты сильно продвинулся с нашей последней встречи. Следы ужасов, перенесенных в круги, исчезли. Ты освободишься от прошлого и не вернешься назад. Мужайся. Иди верной дорогой. У меня есть для тебя подарок. Я буду счастлив, зная, что ты станешь таким магом, каким мне не удалось. я это здесь. Начали. мы отлично справились о прелесть какая нам наверное надо чтобы перейти взяться за руки и спеть песенку ты миновал допрос с перчатки ты прошел путем андрасте и как она очистился паломник ты проявил себя достойным приблизься к священному праху я и подумать не могла что своими глазами увижу урну священного праха я у меня нет слов я даже не думал что кто-то сможет отыскать место упокоения андрасте но вот она перед нами я вся трепещу правда ты добрался до урны но андрасте не обрела свободы это вероломно с твоей стороны зачем я доверил тебе эту миссию за это ты умрешь познай неодолимый гнев андрасте давай не мешкать урну Продолжение следует... 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 Что ты можешь сказать в свою защиту? Ничего, Милард. Только что мне очень жаль, что так вышло. Я не жду милосердия за свои грехи. Понятно. Серый страж, у тебя есть что сказать касательно Йована? Каков будет твой приговор? Мне, как пострадавшей стороне, услышать голос милосердия нелегко. Итак, Йован, я отправлю тебя в башню Круга Магов. Да смилуется над твоей душой Создатель. Благодарю, Милорд. И прощай, друг. Итак, вернемся к собранию земель. Я могу отложить отъезд в Ден-Эрим, если ты хочешь и дальше заниматься договорами. Боюсь, когда начнется собрание земель, у тебя уже не будет такой возможности. Не хотелось бы давать Логейну время собраться с силами, но решать тебе. Я не хочу ехать в Ден-Эрим без тебя. Я тут матушкин фолиант изучаю. Не хочешь послушать, что я нашла? Это совсем не то, что я ожидала. Я рассчитывала на сборник заклинаний, на карту сил, которыми можно повелевать. Но это все не то. Тут Флемет расписывает в подробностях, как именно ей удалось прожить столько веков. Флемет за свою долгую жизнь вырастила много дочерей. Хасинские легенды рассказывают о ведьмах Диких Земель. Но я никогда ни одной не встречала. Все гадала, почему. А теперь знаю. Это все было Флемет. Когда ее тело становилось старым и дряхлым, она выращивала дочь. И в нужный момент вселялась в ее тело. Когда-то Флемет была чародейкой. Это было еще до Круга Магов. Она владела теми же силами, какими владели древние шаманы. Разницы нет. Она призвала демона и позволила ему вселиться в себя. То есть стала одержимой. Одно из немногих, кого это не сгубило. То ли Флемет сама была демоном, то ли подчинила его себе, то ли они стали одним целым. Я не знаю. Но кем бы она ни была, тело ее стареет и вечно ей служить не будет. Поэтому ей и приходится искать себе новые тела. А я, ничто иное, как следующее тело, в очень длинной веренице. Выход только один. Флемет нельзя оставлять в живых. Я не буду сидеть на месте, как пустой мешок, и ждать, когда меня наполнят. Флемет надо убить. И в этом мне нужна твоя помощь. Тебе нужно будет вернуться в дикие земли Каркари и добраться до Флемет. Без меня. Потому что если она умрет в моем присутствии, не факт, что она не сможет тут же переметнуться в меня. Так что самой мне это делать опасно. Убей ее как можно быстрее. Боюсь, правда, до конца она не умрет. Но, по крайней мере, не скоро найдет себе новое тело. Если вообще найдет. И еще мне нужен будет ее гримуар, чтобы защититься от ее посягательств в будущем. Все остальное, что найдешь в хижине, можешь взять себе. Значит, ты вернулся. Милашка Морриган, наконец, нашла себе кого-то, кто будет плясать под ее дудку. Ну и как тебе пляшется? А, ладно. Эта история уже сто лет в обед. Чего только Флемет такого не наслушалась. Давай поставим вопрос ребром. Ты собираешься убить старуху-ведьму, как предложила Морриган? Или у истории будет другой конец? Морриган нужен мой гримуар? На, забирай. Скажи, что убил меня. Уйду. Может быть, преподнесу Морриган сюрприз как-нибудь. Или просто буду наблюдать потихоньку. Интересно будет посмотреть, что она сделает со своей свободой. Даже познавательно. Предоставишь старой женщине такое удовольствие? Какая жалость. И что же теперь? Что ж, эту пляску Флемет хорошо знает. Посмотрим, удастся ли ей вспомнить все па. Давай, придется ей заработать то, что она хочет. Просто так нам ничего не дается. А вот с этим лучше пылиться. Можно не повторять. Отлично. Ну же, окончим с этим. Это плохо кончится. Давай, что надо вошел. Как скажешь. Давай не мешкать. Отлично. Можем попробовать с нами. Что к тебе? Приди и возьми. А теперь бой. Раз и готово. Дэнерим Душа и Сердце Ферал Дэна. Это был город короля Каленхада. Здесь появилась на свет Андрасты. Иметь его на своей стороне – большая удача. Если мы одолеем Логейна, вся страна пойдет за нами. Созвав собрание земель, я нанес первый удар. Инициатива сейчас на нашей стороне. Ему ничего не остается, кроме как выступить против нас. Он ударит в ответ. Вопрос заключается в том, как скоро. Логейн, какая честь, что регент нашел время лично встретить меня. Как же мог я не встретить лично человека настолько важного, что он созвал в Дэнерим всех лордов Ферал Дэна? Это когда нашей стране угрожает мор. Теперь, когда Кайлан мертв, у Ферал Дэна должен быть король, который поведет нас в битву с порождениями тьмы. У Ферал Дэна уже есть могучий вождь, королева. А я командую ее войсками. А это кто, Эмон? Еще один бродяжка, которого ты подобрал по дороге? Я-то думал, ты нянчишься только с королевскими ублюдками. Что ж, по крайней мере, ты произнес слово «королевскими». Не дурное начало. Сочувствую тому, что приключилось с вашим орденом. Твои собратья выбрали неподходящую минуту, чтобы выступить против Ферал Дэна. Я надеялся уговорить тебя сойти с этого опасного пути, Эмон. Народ в страхе, король мертв, а на земле нашей наседает враг. Если мы хотим преодолеть этот кризис, мы должны быть едины. Твоя сестра, королева Гвендолин, неутомимо боролась на возрождение Ферал Дэна. Неужели ты хочешь погубить ее труды, стремясь во что бы то ни стало, усесться на трон, ты несешь раскол нашей стране и ослабляешь нас перед Мором. Кайлан понадеялся на умение серых стражей противостоять порождением тьмы. И погляди, что из этого вышло. Хватит уже этих сказок. Пора заняться делом. Сказки нас не спасут. Я не могу простить того, что ты совершил, Логейн. Создатель тебя может и простить, а я нет. Наш народ достоин короля Тейринского рода. Алистер поведет нас к победе над Мором. А, так это все, что я должен сделать? Ничего себе. Император Орлея тоже думал, что мне его не одолеть. Его я не пощадил, и тебя не помилую. Даже и не надейся. Ради своей родины я готов на все. Что ж, это было захватывающее. Не ждал, что Логейн так скоро проявит себя. Моя сестра вышла замуж за короля Мерика, когда он был еще в изгнании. В то время он и Логейн были неразлучны. Необузданный принц, который ни разу не бывал в замке, и сын крестьянина, которого уже тогда все считали новым воплощением великого полководца древности. Когда Логейн присоединился к мятежному войску Мерика, он был всего лишь тощим мальчишкой. Но он упал на дно колена и поклялся, что освободит Фералден или умрет. Он вернул нам свободу. Ты не представляешь, что это такое. Быть вассалом на собственной земле, когда вокруг разгуливают надутые, разряженные в шелка орлисянцы. Я бы никогда не поверил, что он способен действовать иначе, кроме как на благо Фералдена. Но ведь мы только что прибыли. Тебе надо было бы отдохнуть после долгого пути. Как только устроишься и осмотришься, приходи в мою гостиную. Там мы сможем обсудить наши планы более подробно. А, страж. Надеюсь, ты хорошо устроился. Это Эрлина. Она... Я служанка королевы Аноры. Она велела сообщить, что ей нужна ваша помощь. Что ж, возможно, юная леди предпочитает рассказать все сама. Королева в трудном положении. Она любила своего мужа, так? И верила, что ее отец будет его защищать. Вдруг он возвращается без короля и начинают ползти страшные слухи. Что ей думать? Она волнуется, верно? Но когда она пытается поговорить с отцом, он только велит ни о чем не беспокоиться. И она отправляется к Хоу. Приезд королевы к новому Эрлу Донерима расценивается просто как визит вежливости. И она требует ответов на вопросы. Теперь они знают, что Анора угроза для власти ее отца. Я думаю, ее жизнь в опасности. Сама слышала, как Хоу говорил, что от нее мертвый польза будет куда больше, чем от живой. Особенно, если обвинить в ее смерти Эрла Эамона. Ты же не хочешь, чтобы Логейн правил в Фералдене. Если Анора выступит на собрании земель, ее голос убедит очень многих. Быть может, у нас нет иного выхода, как только доверять Аноре. Королева всеми любима. Если Логейну удастся обвинить в ее смерти меня, не уверен, что мы можем позволить себе такой риск. У меня есть несколько мундиров. Эрл Хоу ежедневно вербует так много новых солдат, что на несколько лишних никто не обратит внимания. Я проведу вас к двери для слуг. Нужно пробраться внутрь и незаметно вывести королеву. Спасибо, страж. Пойдем скорее. Я отвлеку охрану, но и вы поживеливаетесь. Поживее. У Миледи очень мало времени. Ой, сюда скорее. Я что-то видела. У фонтана. Это порождение тьмы, не иначе. Порождение тьмы? Они уволокут нас под землю и сожрут. Может, на помощь позвать? Ты дурак или родом так? На помощь звать? Да нас потом задразнят, что мы как сопливые девчонки испугались россказней какой-то остроухой шалавы. Нас всех заживо сожрут, умоляю, зовите помощь. Если там и впрямь что-то есть, а мы не поднимем тревогу, нас не задразнят, а кое-что похуже. Клянусь исподним андрасте, ничего там нет. Но чтобы ты штаны не намочил, так и быть, проверим двор. Ой, спасибо вам. Тут оно было тут. Скорее. Эта кухня просто позор. И как только слуги прежнего Эрла могли здесь хоть что-то сготовить. Никто не говорит что-то. В котором до этого целую семью убили. Думаю, Хоу лучше сравнять это место с землей и построить новый дом. Тогда ему придет сравнять землю подряд. Насколько нам известно, не баранина. Хоу слишком скуп, чтоб тратиться на баранину. Пулхаус, подумать только. Пулхаус, подумать. Милость создателя невозможно выразить ни на одном языке в мире. Перед лицом света слова превращаются в горсть камушков на сквозе горы. серый страж уже здесь, миледи. Хвала создателю. Я бы приняла тебя как подобает, но боюсь у нас препятствия. Моему гостеприимному хозяину недостаточно было приставить ко мне побольше охраны. Он запечатал дверь с помощью магии. Надо выбираться отсюда. Не бойся, Эрлина. Отыщи мага, который сможет наложить заклинание. Скорее всего, он будет на стороне Хоу. Спасибо, страж. Я буду молиться за тебя. Тейрн Хоу скорее всего будет в своих покоях, а не в самом конце коридора налево. Тейрн Хоу вероятно в своих покоях. домоправитель услышит. Да не бойся ты, все на ужине. Хе-хе-хе. Тогда иди ко мне. кто здесь? Благодарю, что устроила эту суматоху, незнакомка. я дни напролет ждал такой возможности. Думаешь, можно Алистер, это ты? Кто? Погодите, я вас знаю. Вы были на моем посвящении. Он один из нас, страж из Орлея. Кажется, из Джейдера или из Монтсимара. Боюсь, я не помню, как вас звать. Я Риордан, старший страж Джейдера, но родился и вырос я в Хаевере, так что я рад вернуться домой. Меня послали сюда, когда от короля Кайлана не пришли вести о том, что произошло под Остагаром. Король попросил всех стражей в Орлее и наши вспомогательные отряды присоединиться к его армии, а потом пропал. У нас было 200 стражей и две дюжины отрядов конницы. Впервые мы услышали об указе Логейна, когда нас всех остановили на границе. А потом до нас дошел слух, что в той резне обвиняют стражей. Мы пришли к выводу, что безопаснее всего послать кого-то одного, чтобы он разузнал, как лучше сражаться с Мором и с этим самозванцем одновременно. Вызвался я, ведь я родился Фералдене. От меня в нынешнем состоянии вам будет немного проку. И, извините, мне вдруг захотелось подышать свежим воздухом. Я сам отыщу тебя после того, как найду хорошего лекаря. И удачи тебе, брат. Кто идет? Кто пытается войти без разрешения Хоу, с теми мы можем делать, что захотим. Кажется, нам наконец-то подвалило развлечение парни. Ловушка. Давай с этим кончать. надо выиграть преимущество. держи их. Красота. Красота. за ним. Я пошел. Давай я этих впереди, новые враги. Начали. в ПОТОРАВИЕ Субтитры делал DimaTorzok Не бросай меня здесь! Вытащи меня отсюда! Это приказ! Не бросай меня здесь! Это меня так решили проучить? Неужели отец посчитал забавным бросить меня здесь так надолго, прежде чем прислать тебя? Так значит, мой отец не присылал тебя сюда? Я Освин, сын Банна Сигарда из Пика Дракона. Если ты не из наших солдат, скажи, кого же мне благодарить за спасение? Позволь мне от всего сердца поблагодарить тебя. Я уверен, не меньше тебе будет благодарен и весь Баннарн Пик Дракона. Если тебя послал не мой отец, значит, он еще не знает, каких змей он набрал себе в союзнике. Обратись к нему. Я уверен, он даст тебе любую награду, которую ты пожелаешь. Я не знаю, как ты ожидаешь. Начали! И... очнулся уже здесь. Даже не знаю, жива ли она еще. Да, конечно, сэр. Мне... мне придется скрыться из города. Эрлу не понравится то, что я сбежал, но... а, впрочем, это мои заботы. Так-так, серый страж. Должен сказать, меня удивляет то, что Эамон покрывает твое вторжение в мой замок и убийство моих людей. Он что, больше не верит в способность убедить людей на своем собрании земель? Ха-ха-ха-ха! Так значит, ты теперь на коротком поводке у этой стервы-предательницы. Анора обожает игры. Меня удивляет, что она согласилась играть с такими партнерами, как ты. Лучше бы ты стражу драл, пока была такая возможность. Сбежал бы в Андерфелс и затаился со своими собратьями. Собрание земель — это сущий фарс. Логейн возьмет верх, а ты умрешь. Впереди новые враги! Дохни! Должен следует... Должен следует... Продолжение 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 следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не стоит выкладываться до конца Субтитры сделал DimaTorzok 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 А ты не такой балбес как кажется ДимаTorzok 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 Вот это дерево так дерево. Интересно, детишки на него забираются? Откуда тебе вообще знать, что они применяли магию? Они могли просто наговорить какую-нибудь бессмыслицу. Наверняка никто не знает. У меня дома дети. Я не могу тут ждать другого раза. Ну так иди домой. Лучшее, чем ты можешь помочь детям, это не доверять всяким шарлатанам. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Мы поможем всем, кому успеем, пока здесь будет соблюдаться порядок. Ах, так ты нам помогаешь, да, Шем? Вали, Андриану, и дяди Цириону ты тоже помог, да? Помог исчезнуть без следа. Мы тебе уже все объясняли, девочка. Сколько ни плачь, в карантин тебя не пустят. Не хватало, чтобы ты заразу по эльфинажу разнесла. Не подводи нас под монастырь, Шиани. У кого-то, может, еще есть зачем жить. Если это их заклинание работает, почему же половина карантинных эльфов абсолютно здоровые? Что такое, Шем? Решил развлечься? Посмотреть, как эльфы умирают от чумы? Погоди. Сорис говорил мне о тебе. Это ведь ты освободил его из заточения. Эти чужеземцы сказали, что пришли спасти нас от чумы. Только вот забавно. Все, кого они спасают, исчезают бесследно. Это неправда, Шиани, ты же знаешь. Тевентерцы наложили заклятие на обеих моих сестер, и с ними все в порядке. А где теперь твоя племянница? А мой дядя Цирион? А Валендриан? Эти чужеземцы за последние несколько недель забрали уже дюжины эльфов в тот дом. И никто из них с тех пор не вернулся. Среди них был и наш Хагрен Валендриан. Не представляю, что мы будем делать, если он к нам не вернется. Они тебя просто так не впустят. Ну, там есть другой вход, задворок. Там никто не толпится и не смотрит. Там нет магов, только один стражник. Что ж, попробуй. Эти стражники, ребята, серьезные. Нет, на минуточку. Внутрь нельзя. Можете возвращаться к парадному входу. И вообще вам сейчас нельзя расхаживать по улицам. Чума все-таки. За шесть? Конечно. Я тебя не видел, ты меня не видел. Враги приближаются. Остановите чужака. Начали. Отличный. Будет сделано. Что скажешь? Что это значит? Нам говорили, что власти не станут вмешиваться. Ты прорвался сюда с боем только для того, чтобы задавать вопросы? Тебе, знаешь ли, придется об этом пожалеть. Хочешь верь, хочешь не верь, но мы получили разрешение вести тут свое дело. Вы, ферлденцы, много толкуете о том, какая отвратительная штука рабства. Но разве не удивительно, что эти высокие идеалы так легко свергает звон монет? Ты хоть представляешь, как трудно добыть свеженький товар? В империи за этих рабов дадут высокую цену, и нам за такую возможность платят весьма прилично. Нельзя вытащить людей из дома и продать их. Это подло. Но довольно. Я здесь только для того, чтобы остановить эту резню. Пускай твою судьбу решает Каладриус. Ступай со мной. И будь поучтивей, если не хочешь неприятностей. Надеюсь, Девера, ты сможешь это объяснить. Да, чародей. Этот чужак с боем прорвался во двор, но утверждает, что пришел сюда не ради мести. И поэтому ты решила, что наилучший выход привезти Серого Стража прямо ко мне? Серого Стража? Но я... Мы в обществе королевского ублюдка, который к тому же станет королем. Ай-яй-яй. Где твое чутье, дорогая? Нет, вы только послушайте. Работорговец называет меня ублюдком. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Ладно, что сделано, то сделано. Приветствую тебя, Серый Страж. Мое имя Каладриус. И я изрядно наслышан о тебе и твоих... Друзьях. Я слыхал, ты копаешь под Логейна. Нелегкой должно быть задача, а? Гору сравнять и то легче. Полагаю, помощь тебе не помешает. По правде говоря, нам и не суждено было долго здесь проработать. Мы немало заплатили Логейновым солдатам, но едва закончится собрание земель, мы станем... Неудобны. Так что вот мое предложение. Плати сотню золотых и получишь письмо с печатью Тейрна Гварана, где прямо сказано, что он во всем этом замешан. Тогда мы просто уедем на пару дней раньше, чем рассчитывали. Прихватим деньги и оставшихся рабов, и ничего на этом не потеряем. Разумное предложение для начала. Какая мерзость. Мы же на это не согласимся, правда? Итак, мы договорились. Даже ты должен признать, что это куда лучше, чем варварское кровопролитие. Жаль. Похоже, придется нам все уладить другим путем. Приношу свои извинения. Защищайся! Лучше бы ты уйдешь, пока не поздно. Я это сделал. Присосли. Ты попратишься? Да чего же я этого не люблю? Берегись! Приди и возьми. Кровавая дарство! Продолжение! Да, похоже, без насилия не обойтись. Хватит! Иногда. Похоже. О тебе рассказывали правду. Сдаюсь. Это весьма великодушно с твоей стороны, если вспомнить, кто ты такой. Благодарю. Ты не похож на Тевинкерца. Впрочем, это не важно. Ты один из них? Что с нами сделают теперь? Значит, мы можем идти? Благослови тебя, Создатель. И правда, не будем злоупотреблять твоей добротой. Идемте, собратья, домой. А вот и ты. Тебя так долго не было, что я уже собрался посылать поисковую партию. Я слыхал, что в Эльфинаже были большие беспорядки. Что там, собственно, произошло? Прости меня, Создатель. Мне бы содрогнуться от омерзения, что здесь такое возможно. Но, по правде говоря, я безмерно рад, что в этом замешан Логейн. Мы должны поскорее покончить с гражданской войной. То, что не уничтожит в этом краю мор, то наверняка добьет политика. В город прибыл последний из наших союзников. Дольше медлить нельзя. Я отправлюсь во дворец и созову собрание земель. А ты, Страж, приходи, как только сможешь. Милорды и миледи, присутствующие здесь. Тейрн Логейн от страха вынудил бы нас отказаться от наших свобод и традиций. Он толкнул нас на этот путь. Но должны ли мы доверять ему свою судьбу? Должны ли мы жертвовать всем хорошим ради его замыслов? Хорошая игра, Эамон. Но знаешь, никого здесь она не тронула. Ты попытаешься посадить на трон марионетку. Об этом известно всем. Но хотелось бы задать вопрос. Кто будет дергать за ниточки? А вот и кукловод! Скажи нам, Страж, как орлисианцы отнимут у нас страну? Соизволят они послать сюда войска? Или просто отдадут приказ через этого якобы принца? Что они предложили тебе? Почем сейчас честь Ферлденца? Юг уже пал, Логейн. Неужели ты из страха перед Орлеем отдашь порождением тьмы всю страну? Мор и вправду не выдумка, Вулф. Но нужны ли нам Серые Стражи, чтобы сражаться с ним? Они утверждают, что лишь они одни могут остановить Мор. Однако же при Астагаре они наглядно уступили порождением тьмы. Да еще и хотят привести с собой четыре легиона Шевалье. А если мы откроем перед Шевалье наши границы, можно ли надеяться на то, что они смиренно и без возражений вернутся после войны к себе домой? Страж говорит правду. Моего сына схватили под покровом ночи. То, что творили с ним, это не под силу вылечить моему костоправу. Все это Хоу совершал по своей воле. За все зло, которое сотворил в жизни, он ответит перед Создателем. Как и все мы. Впрочем, ты это знаешь. Это ведь ты убил его. Что бы ни натворил Хоу, его следовало доставить к Санишалю. Правосудие не в том, чтобы прирезать человека в его собственном доме. А вот мой брат говорит, что ты вырвал из рук церкви мага крови. Это что, совпадение? Не думает, Эйрон Логейн, что церковь так это оставит. Мешать исполнению священного долга Хромовника значит оскорблять Создателя. Что бы я ни сделал, я отвечу за это позже. Сейчас, однако, я желаю знать, что этот страж сделал с моей дочерью. Ты увел силой мою дочь, нашу королеву, перебив при этом ее стражу. Что за хитрости ты применил, чтобы удержать ее в своих руках? Жива ли она вообще? Думаю, я и сама могу говорить за себя. Лорды и леди Ферелдена, мой отец больше не тот, каким вы его знали. Этот человек не герой Рикки Дэйна. Этот человек увел свои войска и не стал защищать короля, когда тот храбро сражался с порождениями тьмы. Этот человек захватил трон еще прежде, чем остыло тело Кайлона, и держал меня в заперти, чтобы я не могла разоблачить его предательство. Я была бы уже убита, если бы не Серый Страж. Итак, влияние Стража отравило даже твой разум, Анора. Я хотел защитить тебя от этого. Милорды и леди, нашей земле и прежде угрожала опасность. Враги вторгались в ее пределы. Мы теряли ее и отвоевывали, и так было не раз. Мы, фералденцы, доказали, что нас невозможно покорить, пока мы едины. Так не дадим же теперь разделить нас. Поддержите меня, и мы победим даже самый мор. Южный предел поддерживает Серых Стражей. Недремлющее море поддерживает Серого Стража. Пик Дракона поддерживает Стража. Западные холмы голосуют за Стражей. Храни нас, Создатель. Я поддерживаю Логейна. Без него у нас вообще нет надежды на победу. Я голосую за Стража. Мор наступает. Нам не обойтись без Серых Стражей. Предатели! Кто из вас выступил против Орлесянского императора, когда его солдаты топтали ваши поля и насиловали ваших жен? Эмон, ты когда-то сражался вместе с нами, заботился о благе этой страны, до тех пор, пока не составился, и самодовольство не ослепило тебя, мешая понять, чем ты рискуешь. Никто из вас не заслужил право командовать. Никто из вас не проливал кровь за Феррелден, как проливал я. Как вы смеете судить меня? Полагаю, мы оба знали, что до этого дойдет. Мэрик мне как-то сказал, что человека создает качество его врагов. Хотел бы я знать, кому из нас это комплимент. Мне или тебе? Довольно. Пускай собрание объявит условия поединка. Поединок пройдет согласно традиции. Бой с оружием один на один до тех пор, пока одна из сторон не запросит пощады. И мы, собравшиеся здесь, вынесем решение согласно исходу боя. Выйдешь ты биться со мной сам? Или выставишь защитника? Люди пойдут либо за тобой, либо за мной. Ради этого мы и сразимся. Приготовься! КОНЕЦ Чудесно! Лучше будь на чеку! Чудесно! Будет сделано! Умри! Да! С Америка и Создателя! Аккуратно! Нет! Отлично! Никаких поблажить врагу! Ты не с тем связался! Чудесно! Если уж мы должны отработать! Я недооценил тебя, Страж! Мне казалось, ты вроде Кайлона, дитя, которому вздумалось поиграть в войну! Я ошибался! В тебе есть сила, какое я не встречал в людях с тех пор, как умер Мерик! Я сдаюсь! Я просто ушам своим не поверил. Ты хочешь оставить его в живых? После всего того, что он натворил? Убить его и немедля! Стойте! Есть и другой выход! Терн, испытанный воин и знаменитый полководец. Он может нам пригодиться. Пускай пройдет посвящение. Во всем Ферлдене настолько трое. А у нас есть веские причины собрать как можно больше стражей до сражения с Архидемоном. Посвящение само по себе часто завершается смертью. Если он выживет, ты получишь полководца. Если нет, отомстишь врагу. Разве это тебя не устроит? Нет, нет и еще раз нет. Риордан, этот человек бросил на смерть наших братьев, да еще и обвинил в этом нас самих. Он преследовал нас, как диких зверей. Он пытал тебя. Как мы можем все это забыть? Стать одним из нас – это великая честь, а не наказание. Сделав его серым стражем, ты унизишь всех нас. Я никогда не признаю его братом. Никогда! Не все можно забыть или простить. Дело уже не в незапятнанной чести. Мы же не говорим о какой-то его мелкой провинности. Я не хотел быть королем. И сейчас не хочу, но... Если это нужно, чтобы Логейн получил по заслугам, я так и сделаю. Я приму корону. Ты только его послушай. Теперь понимаешь, какой отвратительный выйдет из него король? Свои эгоистичные желания он ставит выше нуж страны. Как ты можешь его поддерживать? Алистер, возьми себя в руки. Ладно. Тебе так хочется, чтобы Логейн стал серым стражем? Тогда я покидаю орден и женюсь на Аноре. А теперь, лорды и леди Ферелдена. Нам еще предстоит собрать армию и победить Мор. То и другое возглавит вот этот воин. Мы не допустим, чтобы этой стране и впредь угрожал архидемон. Собирайте свои силы и ждите приказа стража. Завтра мы выйдем на битву с самой грозной опасностью в истории Ферелдена. И мы победим, потому что мы Ферелденцы. Это... это ты! Серый страж! Хвала, Андрасте, что ты появился так вовремя. Я уж думал, что эти чудища меня прикончат. Эрл велел всем жителям деревни укрыться в замке. А было это нынче утром, как раз перед тем, как явились по рождению тьмы. Я думал, что успею сбегать домой, пока они не явились. Да вот слишком долго сюда добирался. Какое счастье, что ты прибыл так вовремя. Хочу убраться отсюда, пока снова не явились эти твари. Еще раз, спасибо тебе. Будет сделано. А вот и ваши проблемы. Вот это мне нравится. Отлично, еще один. Надо выиграть преимущество. Что за славный день. Поглядим, на что похоже в вашей тишке. Прочь! Надеюсь, ты взвешься лучше, чем пахнет. Рад видеть тебя живым и невредимым. И тебя также, Логейн. Да, какое счастье снова свидеться с тобой. Свора порождения тьмы, напавшая на Рэдклифф, была более-менее малочисленна. Мы заключили, что сюда движется вся Орда. Но это не так. Риордан сообщает, что на самом деле основная часть Орды движется на Денарим. Порождение тьмы сейчас примерно в двух днях от столицы. Я рискнул подобраться достаточно близко, чтобы послушать их. Я уверен, что это так. Но это, я боюсь, только часть новостей, которые внушают еще большую тревогу. Архидемон, наконец, проявился. Орду возглавляет дракон. Сохрани нас, создатель. И мы не сможем добраться до Денарима за два дня. Мы должны немедля выйти скорым маршем к столице, с теми силами, которые у нас есть. Денарим надо защитить любой ценой. Орду надо уничтожить, но подлинная наша цель – Архидемон. А уничтожить Архидемона могут только Серые Стражи. Вот почему мы должны поспешить. Тогда мы двинемся в поход. И будем надеяться, что армия, собранная здесь, даст вам шанс сделать дело. Эр-Эамон, когда войско сможет выступить? С рассветом, Ваше Величество. Так отдавай приказ. Чем дольше мы будем мешкать, тем дольше Денарим будет один на один с Ордой. Я сейчас же отдам приказы и сообщу, когда войско будет готово выступить. Превосходно. Тогда, если ты и Логейн сможете перед сном встретиться со мной, мы обсудим дело, которое касается Серых Стражей. Я сейчас прикажу кому-нибудь проводить вас в ваши комнаты. Предлагаю вам всем отдохнуть, пока есть такая возможность. Силы нам понадобятся. Вы оба здесь? Хорошо. Вы совсем недавно стали Серыми Стражами, и вам, вероятно, еще не говорили, как убить Архидемона. Я должен знать, так это или нет. Ну да, так оно и есть. Я, например, просто изнываю от желания услышать об этом. Так это правда? Дункан вам ничего не сказал? Я просто думал... Скажи, ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Серые Стражи так нужны для того, чтобы разбить порождение Тьмы? Архидемона можно убить точно так же, как любое порождение Тьмы, но если его убьет не Серый Страж, этого окажется недостаточно. Сущность этой твари перейдет благодаря Скверне в ближайшее порождение Тьмы и возродится в его теле. Дракон, таким образом, бессмертен. Но если Архидемона убьет Серый Страж, его сущность перейдет в Серого Стража. Порождение Тьмы – пустой бездушный сосуд, но у Серого Стража есть душа. Сущность Архидемона погибнет, и вместе с ней погибнет Серый Страж. Серый Страж, который убьет Архидемона, погибнет. Да, без Архидемона мор закончится. Это единственный способ его остановить. В прошлых морах, когда приходил срок, старейшие Серые Стражи решали, кто из них нанесет последний удар. Если это возможно, последний удар должен стать моим. Я старше вас, и вы не должны меня щадить. Но если я погибну, сделать это придется тебе. Мор надо остановить здесь и сейчас, иначе он уничтожит весь Феррол Дэн прежде, чем успеют собрать силы остальные Серые Стражи. Помните об этом. Но довольно. Завтра у нас еще много дел, а времени на отдых осталось уже мало. Возвращайтесь в свои комнаты. Тогда со всем этим скоро будет покончено. Так или иначе. Верно. Будем надеяться на счастливый конец. Не пугайся. Это всего лишь я. Не для сентиментальных пустяков пришла я. Серьезно надо нам поговорить. Из тупика, куда ты угодил, спасение есть. Так выслушай меня. Мне ведомо, как умирает Архидемон. Что Серый Страж приносит жизнь в жертву, а это можешь оказаться ты, пришла тебе сказать я. Есть путь иной. И уцелеешь ты. Я предлагаю выход всем Серым Стражам, чтобы впредь им не жертвовать собой. Ритуал. Его исполнить надо пред битвой под покровом ночи. Ты магией всерьез владеешь. Слова о ней не вызовут в тебе тупого недовольства и страха, как в большинстве других. Ведь правда? О древней магии тебе я говорю. О ритуале из тех времен, когда и круга магов в помине не было. Кровавой магией назвал его бы кто-то. Но ведь тебя не напугаешь этим, правда? Что предлагаю я? Возлечь со мною. Скорее, нынче, ночью. От этого Саити дитя я понесу. Дитя воспримет скверну от отца. Когда же Архидемон падет, то дух его к младенцу в моем чреве устремится, как к маяку. Столь ранний плод воспримет этот дух, но не погибнет. А погибнет Архидемон. И Стражи Серые при этом уцелеют. Подумай, что тебе я предлагаю. Избегнуть верной смерти. И даже больше. Шанс уничтожить Архидемона и жить героем. Никто из Серых Стражей такого не достиг. А я за это обрету дитя, которое родится подобным Богу Древнему. Когда все кончится, дозволь мне удалиться и не иди за мною. Навсегда. Дитя моим останется. Его взращу, как пожелаю. На это сильно полагалась мать, когда меня с тобою отправляла. Она раскрыла тайну ритуала и рассказала мне, что делать и когда. Тебя не удивило это, правда? Теперь ты понимаешь, зачем спасала Флемет жизнь твою и столько помогла. За этим самым. И важно, что тебе я это предлагаю лишь сегодня. Все пройдет как надо, и жизнь твоя останется тебе. Мудрое решенье. Пойдем, любовь моя, и мысль о ритуале отбрось. Для нас последней станет эта ночь. Сполна должны мы насладиться ее. tornar her Back? Играет нужна цвет, она Thtanante, и здоровь моя пальца patientija. Ха Сталин 무�freiурабатывай, Время пришло. Мы собрали все наши силы. Орда по рождению тьмы наверняка доберется до столицы раньше нас. Так что мы должны достичь Донорима как можно быстрее. На Чашу Весов брошены тысячи жизней. Мы не можем покинуть их. Серый Страж, ты собрал армию, которая заменит войско погибшее при Астагаре. Будем молиться. Чтоб хватило сил. Перед нами стоит во всей своей мощи Орда по рождению тьмы. Глядите же на них, но не поддавайтесь страху. Мужчина, который стоит рядом со мной, уроженец Ферелдена, принятый в ряды Серых Стражей. Он живое свидетельство того, что всякий из нас может достичь доблести и славы. Вопреки всем опасностям и бедам, он выжил. И не будь его, никого из нас не было бы здесь. Сегодня мы спасем Донорим. Сегодня мы отомстим за смерть моего мужа, вашего короля Кайлона. Но прежде всего, сегодня мы покажем Серым Стражам, что помним и свято чтим их жертву. За Ферелден! За Серых Стражей! Стражей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умри! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели всегда придется убивать? Да, похоже, без насилия не обойтись. Отлично! Еще один! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы сумели пробиться к воротам? Наши дела идут куда лучше, чем я ожидал. Скоро это изменится. И это называется лучше? Расстреклятые нагвые отродья! На каждого из нас приходится по три врага! Что нам теперь делать, Риордан? Я так понимаю, у тебя есть план? Войско долго не продержится, так что нам нужно поскорей добраться до Архидемона. Я предлагаю тебе взять с собой Логейна, еще двоих, но не больше, и пробиться в город. Все, кого ты не возьмешь с собой, останутся здесь и не дадут порождением тьмы ворваться в город за нами по пятам. Нам нужно будет добраться до самого высокого места в городе. Думаю, что вершина форта Дракон подойдет. Я так понимаю, ты хочешь привлечь внимание Дракона? У нас нет другого выхода, хотя должен вас предупредить. Как только мы нападем на чудовище, оно может призвать на помощь всех своих полководцев. В Ден-Эриме я чую двоих. Тебе стоило бы разыскать их прежде, чем отправишься в форт Дракон. Я уверена, что если мы убьем этих полководцев, порождение тьмы не станут так оголотело безобразничать в городе. Но при этом можно попусту истратить время и силы, безуспешно пытаясь их разыскать. Так что решение за тобой. Сейчас в городе уже есть несколько отрядов наших союзников. Если ты позовешь их, они смогут прийти к вам на помощь, но их силы будут ограничены. Итак, кого ты хочешь взять с собой в город? Угу. Действительно? Конечно. Справедливо. Остальным предстоит остаться здесь и не дать порождением тьмы ворваться по пятам за нами в ворота. Кто будет ими командовать? Я бы предпочел сразиться с Архидемоном, но сделаю, как ты просишь. Отлично. Это вполне подойдет. Что бы ты не совершил прежде, это не подготовило тебя к тому, что ждет впереди. Вот она, страж. Когда же кровью битвы сей и камень будет пьян, герои возвеличатся, да сгинут те, в ком изъян. Скопище изъянов, то есть я, приветствует тебя. Давай покажем им, чего мы стоим, а потом, чего стоят они. Итак, на очереди Архидемон. Часть меня рада, что она решила оставить меня здесь в ворот, но другая часть предчувствует недоброе. Я бы почти сказала, что беспокоюсь не за себя, а за кого-то другого. Может, даже за спутника из мягкой смертной плоти. Но это было бы глупо, правда? И постарайся, чтобы тебя не заглотили целиком. Если чудище потом взлетит, и ему взбредет в голову облегчиться, все это, по иронии судьбы, наверняка шлепнется прямо на меня. Я этого не переживу. Ну что ж, я так понимаю, пора? Желаю тебе приятного штурма замка. Ты готов? Наконец-то мы достигли поля битвы. Аришек спросил, что такое мор? Я стою вот здесь, лицом к лицу с мором, и до сих пор не знаю, как ответить на этот вопрос. Но, быть может, ты знаешь. Это ты привел нас сюда. Не сомневайся. Так вот он. Конец. Мы дошли. Странно знать, что судьбы всех нас решатся через какие-нибудь пару часов. Мы стоим на краю пропасти. В преддверии величайшей битвы нашей эпохи. Интересно, герои былых времен испытывали те же чувства? Мне не страшно. Мы выйдем в бой за правое дело, и я не пожелала бы себе никакой иной участи. Сегодня мы собственными руками сотворим новую легенду. Идешь рубить башки драконом без меня? Ладно, ладно. Передай от меня привет Архидемону. Он совсем перестал мне писать, и это так огорчительно. И присматривай за собой, не дай себя сожрать, если не решишь, что это необходимо для дела. Я понимаю, ты не берешь меня с собой. Что ж, тогда желаю тебе удачи. На твоих плечах судьба всего Феррел Дэна. Итак, мы отправляемся в город вместе. Все так, как и должно быть. Когда все это закончится, не важно, как меня больше не будет. Ты ведь это понимаешь? Да? Прежде чем мы отправимся, позволь кое-что тебе сказать. Я сделала глупость. Все это могло быть намного проще, и все-таки я нисколько не жалею о том, что между нами было. Я тебя никогда не забуду, любовь моя. А теперь пойдем и покончим с этим. Нас ждет Архидемон. Бей безбожных ублюдков! Мы на тебя надеемся, страж. Сохрани вас, создатель! Ты? Это ты? Создатель дал тебе дивный дар всегда появляться вовремя. Туда идет большой отряд по рождению тьмы. Ворота не устоят. Нам нужна твоя помощь. Хорошо. Я только надеюсь, что мы успеем... Они прорвались! Бегите! Бегите все! Спасайтесь! Отлично! Как глупо! Надо выиграть преимущество! Нет! Убирайся! Я это сделал. Не сделай! Не дарем их преимущество! Не дарем их преимущества! Начальник! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА